2024 год опасен, наверное, тем, что будет очень много локальных землетрясений, цунами. Это как зачистка территорий, зачистка, возможно, людей, которые попадают в эти места или попадают в эти катаклизмы. Мы зашли вот в эту эпоху обнуления, когда вот рушится все. Человек там остается без отношений, без работы, без денег. Есть вещи, которые предопределены и прописаны. Системе очень выгодно иметь рабов. А если мы говорим про Украину и Россию, то там фигурирует новое лицо. Зеленский отходит на второй план. Украина вообще в целом, она потеряет свое существование. Часть земель уйдет там Польша. И в 2024 году Россия, она приобретет еще часть украинских земель. Практически отовсюду, из каждого утюга слышно. Сейчас Эрвадолея, этот год кармический. Похожи на такие, знаешь, страшилки. Пожалуйста, расскажи, как дела с этим обстоят на самом деле? Чего нам бояться? Нужно ли нам бояться? Действительно ли это кармический год? Эра Водолея? Что вообще происходит? Да, отличный вопрос. Но давайте начнем с Эрвадолея. И если изначально мы посмотрим сам знак Водолея, есть некоторая символика, когда человек стоит с двумя кувшинами в обоих руках и выливает воду в общую реку. Здесь есть некоторая символика. С одной стороны, это живая вода, а с другой стороны, мертвая. В чем символика? Мертвая вода, это означает, что человек должен избавиться от своих страхов, от своих переживаний, избавиться от своих иллюзий, всего напускного и не своего. Живая вода, это означает, что нужно жить в изобилии, раскрывая свое сердце, доверяя своему внутреннему голосу. Поэтому сейчас то время, когда действительно старое уходит, и очень многие люди проживают мощное обнуление, теряют бизнес, теряют деньги, отношения. У людей сейчас глобально очень много происходит таких резких изменений, когда рушится все. В одном моменте человек остается без отношений, без работы, без денег, и как будто нужно начинать жить с нового листа. И вот у кого так происходит, напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно почитать. Это я, напишите. Да, то есть вот этот элемент обнуления, вообще вот эта эра Водолея условно началась с 21 декабря 2020 года. И мы помним, что у нас вообще происходило. Ужасные годы, пандемия. С 21? 21 декабря, 21-12, это зеркальная дата 2020 года. А, 20 год, да. Да, условно, вот мы зашли вот в эту эпоху обнуления, когда у нас мощные были процессы, пандемия, прочие-прочие моменты, все рухнуло в один момент. По сути, это вот начало такого переходного периода, и мы сейчас как бы еще в нем. Поэтому у большинства людей вот все теряется, все вот обрушается, словно уходит почва из-под земли. И тут у человека либо поднимается страх, и его парализуют. А что делать дальше? Как вот олицетворение, да, мертвой воды. А с другой стороны, его задача вот плыть в потоке жизни, открывая свое сердце, чувство, свою интуицию. Поэтому данная эпоха и эра Водолея это время, когда люди должны проживать, вообще убрать логику, вообще убрать ее, полностью из головы переместиться в сердце. Если люди будут жить вот это время чувствуя, проживая, ощущая, созерцая, да, то все вот это вот даже трудное время обнуления, потери, оно будет проходить очень легко. Если будут цепляться за страхи, ну, то, собственно, эти страхи и будут проявляться в реальности. То есть мы будем дольше пытаться вот разогнаться и войти вот в это новое время. Эра Водолея, это время технократии. Это цифровое время, когда мы видим, что у нас цифровизация, в принципе, вошла в мир. И я еще в каком году, в 2021, по-моему, говорила о том, что у нас будет цифровалюта в России. Это произошло. У нас ввели цифровой рубль. И, в принципе, все сейчас будет уходить. Цифровые носители в основном будут. То есть отойдут даже паспорта в том виде, в котором мы видим. Да, это не произойдет там год, ну, буквально года 3-4-5, мы уже уйдем вообще от всех бумажных носителей. То есть фиатные деньги отойдут, то есть паспорта. У нас у всех будет ID, номер, какие-то расчетные счета, да, и все будет в цифрах, оцифровано. Мы к этому времени идем. Извини, пожалуйста, мы же не говорим про Россию, мы говорим про весь мир в этом плане, потому что эта эра, она не затрагивает только Россию, она же затрагивает всех. Конечно, это весь мир. Это касается абсолютно всех. Это касается каждого. Да, да, в каких-то местах это будет просто более ускоренный формат, потому что каждый регион тоже имеет свою энергетику, свою вибрацию, да, и есть страны там третьего мира, у которых все позднее, есть страны более прогрессивные. Но в России мы это увидим уже там лет через пять, мы к этому придем, к тому, что все будет оцифровано. И здесь не нужно этого бояться, это просто другое время, когда искусственный интеллект стучится в дверь, когда все заменяется вот роботами, да, мы увидим в 25-м году летающий такси, мы это уже увидим. То есть это все очень близко. В 25-м году? Да. В смысле, через год? Ты серьезно? Да, абсолютно. Мы будем видеть сейчас, как... В России. Роботы, но наверняка это будет, начнется с Арабских Эмиратов, а дальше это уже будет распространяться. Но в 25-м году мы увидим новые транспортные средства. Ты это говоришь как астролог, ты это посмотрела, увидела, сопоставила? Все, что связано с Эрой Водолея, это полностью облегченная жизнь людей. Во всех смыслах. Доставки продуктов, кто-то еще до этого не дошел, но это будет сильно ускоряться. Перемещение, да, вот не надо ехать долго там на машине, стоять в пробках, будут форматы, когда людям очень легко. То есть смотри, время будет такое, что люди будут не выживать, а максимально ускоряться. Во всех смыслах. И само время, Эрой Водолея, будет помогать человеку, да, быстро, быстро, ускорение технологии, новые возможности. И вот это влияние времени, оно будет именно таким. Поэтому... Ускоряться, чтобы что? Чтобы человек не тратил время на уборку дома, например. Будут, не знаю, роботы, уборщики, например, да, или не ездить в магазин куда-то за продуктами, привезли продукты, да. Это бытовые вещи, получается, некие. А это будет касаться всего. Это не только... Это уже началось, да, с бытовых вопросов, но это будет касаться всего. Перемещений, перелета, да, те же профессии, которые будут все удаленные, большинство удаленных профессий. Какая-то часть профессии вообще отпадет, просто не будет, ну, не нужно людям, да. То есть мы входим в новую эру, когда люди тратят время не на выживание, вот это ключевое, да, а на творение, на созидание, на проявление своих творческих каких-то моментов, да, на сотворение чего-то нового. В этом смысл. Потому что все это время, и, например, взять наших бабушек, родителей, да, они же выживали. Им нужно было выжить, там, взрастить зерно, там, не знаю, там, муку, сделать хлеб, да, прокормиться, да. И все время они выживали, они занимались тем, чтобы выжить. А сейчас нам не нужно выживать, нам нужно творить. Вот эра водолея я творю, я созидаю, я творец собственной реальности, и я уже не только свою жизнь сделала вот таким производным, да, какого-то творения, но я и несу вклад в общее дело, вклад в общее понимание цивилизации, да, в что-то делаю для людей. Вот. И эра водолея как раз это про свободу, потому что каждый из нас должен вообще серьезно думать, а что такое свобода для меня, потому что свободен ли ты от своих страхов, от своих внутренних паттернов, от своих убеждений, от материи, свободен ли ты, потому что иметь мы можем только то, к чему мы не привязаны. Потому что большинство людей думают, что чем больше я буду хотеть что-то, да, тем больше у меня этого будет, но так не работает. Наоборот, да, вот этот принцип восьмерки, цифра восемь, как раз год 2024, в котором мы проживаем, он связан с Сатурном, да, с энергией бесконечности, с энергией кармы, ответственности, взросления. Отсюда кармический год. Отсюда говорят и кармический год, но это не связано, знаешь, с какой-то там бедой, это связано с ответственностью, потому что каждый должен взять ответственность за себя, за свою жизнь сам, да, то есть перестать перекладывать вину, там, работодатель не такой, президент не такой, родители плохо воспитали, нет, все, что у тебя есть в жизни, это, собственно, для тебя сейчас максимальный ресурс, на который можешь опираться, и бери ответственность за свою жизнь в собственные руки. И, соответственно, вот этот принцип восьмерки, да, я могу иметь только то, от чего я могу отказаться, к чему я не привязан, да, то есть если я вот это, вот сюда я хочу двигаться, то я ровно вот это должен отпустить. Если я хочу заработать миллион долларов, тогда спроси себя, ты готов потерять миллион долларов? Ты готов? Что с тобой будет, если ты их потеряешь? Если ты легко это можешь прожить, то ты сможешь это иметь. Понимаешь, о чем я? Да, я прекрасно тебя понимаю, во всяком случае на словах. Знаешь, что я хочу тебя спросить? То есть получается, есть некий период, наша Земля проживает различные периоды, правильно? Сейчас у нас происходит период, который называется эра Водолея, это астрологический термин, правильно? Да, абсолютно точно, но Водолея это знак, да, знак Зодиака, у нас 12 знаков Зодиака, и Водолея это сейчас вот то время. Этот цикл будет идти 2160 лет, и каждые 2160 лет, да, меняется вот условно эта эра, да, поэтому мы только вошли в нее, мы только осуществили переход в новое измерение, соответственно, дети, которые будут рождаться в наше время, они уже с другим сознанием, с другим мышлением, да, и нас время тоже заставляет перестроиться, потому что, смотри, если, ну, мы же знаем, частота шума наменяется, да, то есть все это, все эти вибрации, вспышки на солнце, это зафиксированные вещи, и, соответственно, если меняется энергия Земли, то и сознание людей должно меняться, оно не может оставаться прежним, вот это каждый должен из нас понимать, что если мы не идем в ногу со временем, собственно, да, вот смотри, пандемия, почему так произошло, ведь очень много людей погибло, факт, СВО, так же гибнут люди, почему, да, то есть это тоже такой момент фильтрации, как бы это грубо не звучало, но этот момент фильтрации, да, вот такого сознания, я сейчас говорю даже в частности про пандемию, кто не готов был перейти в новое время, не готов был перестроиться, да, сознание не позволяло, тело не позволяло, клетки не позволяли, да, перестроиться, Соответственно, люди просто уходили. Молодые люди уходили, не только пожилые. То есть это такой момент фильтрации людей, кто не готов прийти в новое время. Это жёсткая система отбора. Но в целом, возможно, людям даже не объяснили правила игры. То есть не все же люди понимают, что происходит. Они чувствуют какие-то изменения. Насколько это вообще справедливо, если этот термин тут можно применить, что-то происходит. Ты жил-жил всегда логикой, как ты говоришь. Выживал, зарабатывал, не творил и не задавал себе лишних вопросов вообще. Какой смысл жизни и так далее. Ты просто жил хорошо, сыто, воспитывал детей. И вдруг приходит эра Водолея. А потом тебе вдруг говорят, а ты знаешь, ты не проходишь ни физически, ни морально. К сожалению, мы тебя уберём. К примеру. Это жестокая земля, получается? Не существует этого. Жестокости не существует. Есть такая потрясающая фраза. В каждом из нас есть бес, но даже его курируют с небес. То есть не существует ничего плохого. Вообще не существует. Знаешь, приведу тебе такой пример. Для меня это яркий пример. Вот вспомним Великую Отечественную войну. Блокад на Ленинград. Мама, трое маленьких малышей, 125 грамм хлеба. У неё дилемма. Кому ей отдать этот кусок хлеба? Съесть самой, чтобы остаться живой и взрасти своих детей? Или отдать детям, погибнуть? И тогда неизвестно, что будет с детьми. Вот где здесь истина? Как здесь правильно? Понимаешь? Но эта ситуация изначально, она очень крайняя, очень жестокая всё-таки. Да, однозначно. Но, понимаешь, не в том формате тут нет правильного выбора. Выбор только у неё в сердце. Она чувствует, как ей поступить в этой ситуации. Поэтому, когда человек проживал пандемию, пришёл в это время, есть такое понятие место, время, обстоятельства. То есть, либо ты уже подстраиваешься под те условия, которые диктуют тебе время, жизнь, энергия, планет в частности. Ну, либо ты с этим не соглашаешься. Да, и это тоже выбор. Выбор, на самом деле. Вот, и как раз ты хотела тебя спросить, что, получается, ждёт тех людей, которые сознательно или бессознательно игнорируют изменяющийся мир? Ну, как бы, а ты не хочешь жить так. Это мы плавно подходим. А я могу сделать свой выбор свободный? Мне не нравится творить. Я хочу, я не знаю, страдать. И что происходит? Это бесполезно бороться с этой системой большой? Да, это энергия. Это всё равно, что идёт ураган, ты можешь бороться со стихией, ты можешь... Вот идёт дождь, ты можешь сказать так, не хочу, чтобы был дождь. Ты же не можешь это сделать, ты же не можешь изменить в течение времени, да, если мы вот сейчас здесь родились, в этом материальном мире, в этих условиях, в этой родовой системе с такой мамой, с таким папой. Как мы можем это изменить? Есть вещи, которые мы не можем изменить. И, по-моему, включая разум, да, мы должны это просто принять. Просто принять и пытаться, да, как-то встроиться в эту систему, в родовую систему, в систему мироздания, да, в систему, не знаю, в рамках Вселенной и так дальше. Там, встроиться в свою судьбу, проживать свою карму. То есть выбора здесь у человека в принципе нет. Либо ты поддаёшься влиянию внешних обстоятельств, да, и понимая, в какое время ты живёшь, пытаешься меняться, ну, либо нет, и тогда страдания, да. В любом случае, эра водолея — это как раз выход из страданий. А как мы можем выйти из страданий? Ну, вообще, они же существуют, это факт, мы же каждый страдаем, переживаем, тревожимся. Ну, безусловно. Вот, соответственно, здесь просто осознанно принять тот факт, что страдание — это неотъемлемая часть в нашей жизни. Ну, всегда они были, всегда есть, всегда будут. Но у нас есть выбор, как нам проживать эти страдания и давать ли туда вообще внимание. И точно ли окрашивать своим взором, да, и давать туда энергию этому страданию. Или всё-таки у нас есть выбор этого не замечать и стараться расти на того, чтобы стать выше, чем страдания. Ну, то есть здесь получается, если мы дискутируем на тему вообще имеющейся у человека изначально свободы. И как раз к астрологии возвращаюсь, потому что это некая карта, которая выдаёт человеку примерно его путь изначально. То есть, нет, я не могу делать всё, что я хочу. Во-первых, я уже родился в Эру Водолею, тут определённые энергии, я должна им соответствовать. Во-вторых, у меня есть определённая карта, какой-то путь, который меня направляет. Не знаю, судьба, если ты используешь этот термин. Где тут вообще свобода начинается, где она заканчивается, и есть ли она вообще в принципе? Супер вопрос, на самом деле. Очень золотцовский, потому что и да, и нет, и есть, и нет. Всё вот, собственно, ну, понимаешь, наш мир, он дуален. И вот моё такое видение, я сейчас так живу, я стараюсь вот ни в чём не видеть плохо или хорошо, не давать вообще оценку ничему. Потому что по факту, если мы уберём дуальность, ничего нет плохого и хорошего. Нет чёрного и белого, нет правого и левого. Это всё очень субъективно. Это очень красивые вещи, но они неприменимы в реальной жизни. Чему, очень даже применимы. Ну, потому что ты либо профессионал, либо нет, либо ты приходишь вовремя на интервью, либо нет. Либо ты хороший астролог, либо ты плохой астролог. Ну, смотри, ты же можешь быть хорошим астрологом, но стать плохим астрологом, стать хорошим, да? Ты начинающий дилетант, где мало знаний, но он дорастит. Ну, в какую-то единицу времени, безусловно. То есть, если не будет никаких оценок, как люди будут вообще взаимодействовать, как мир будет прогрессировать? Ну, оценка, смотри, оценка кого? Людей? Она разве может быть объективной? Ну, в каких-то вопросах она может быть объективной. А существует объективность, как ты считаешь, вообще? Я считаю, что локально да. В каких-то моментах да. Ну, смотри, давай, если мы возьмем про астрологию, поясню тебе этот момент, чтобы было понятно. У нас есть судьба. Человек рождается определенное число, месяц, год, время и место. Есть положение планет в знаках, домах. И это наша натальная карта, это наш портрет, это наш маршрут, по которому мы двигаемся по жизни. И есть вещи, которые в нем прописаны, как события, как определенные показатели. То есть, например, в 30 лет надо женить, или выйти замуж. 33 рождение ребенка. В смысле надо? А это прописано в натальной карте. Идут периоды, когда человек женится. То есть, это четко можно видеть. То есть, это прогностика, которая работает очень четко. То есть, например, брак, рождение детей, это видно в натальной карте. Понимаешь? То есть, это мы думаем, что мы вот сейчас решили жениться. А на самом деле, есть точки в натальной карте, которые предопределены. Мы думаем, что мы выбираем. Нам кажется, что мы нечаянно кого-то встретили, влюбились и решили создать семью. Но это не так. Есть вещи, которые предопределены и прописаны. И вот в этом плане астрология работает четенько. И здесь мы ничего не можем поменять. Но, например, мы живем-живем, в браке 20 лет, и у нас там случился кризис. Сложный период планетный, например, там период садесатия, все, рушится, валится, кризис. Но здесь у меня уже есть выбор. Как мне этот кризис прожить? Здесь я выбираю, как осознанное существо, мне сохранить семью, мне пойти поработать над собой, мне что-то изменить в себе, мне начать коммуницировать с супругом. Или просто сказать, все, до свидания, развод, иди нафиг. Вот у меня здесь есть выбор, понимаешь? То есть есть вещи, которые предопределены. Например, я родилась у такой мамы и у такого папы. Как я могу это поменять? Или человек рождается с какими-то врожденными особенностями физическими. Как он может это поменять? Или рождается ребенок, у которого порог сердца. Ну что, да? И так дальше. То есть у нас есть вещи, которые мы не можем поменять. А наш выбор в том, чтобы в трудные периоды себя проявлять уже здесь выбирать, как нам хорошо, как мы можем на это посмотреть по другим углам, как мы здесь можем что-то исправить, изменить. Поэтому с точки зрения твоего вопроса и да, и нет, и то, и то. Есть фатальность некоторая. Конечно, астрология это не фатальность полностью, что каждый твой шаг и чих, это прямо натальной карте. Конечно, нет. Идет период, например, четкие хорошие возможности по покупке недвижимости. Я говорю это людям. Смотрите, у вас классный период, сейчас это можно делать. Да, вот мы как раз думаем, я говорю, действуйте, потому что там этот период далее закроется, например, и уже будут какие-то сложности, какие-то другие обстоятельства, куда вы не влетите и успешно не купите, например, тоже недвижимость или покупка машины, или какие-то материальные вопросы. То есть есть вот такие отрезки. Человек заходит в это, потом да, классно, все купил, цена выросла, инвестиция, все успешно. Или наоборот, человек проживает трудный период сейчас и пытается создать бизнес, что-то там придумать, у него все рушится, крушится, теряет деньги, понимаешь? Но не время сейчас, куда ты? Понимаешь? Поэтому в этом плане астрология это немножко такая вот синтез определенных событий, определенного влияния планет на сознание людей и, соответственно, наших выборов, потому что транзиты планет это выбор. Вот, например, сейчас идет эра Водолея, идет Сатурн, сейчас Наталья находится в Водолее, как раз согласно Джиотиш, по-западу это немножко иначе. И у нас есть выбор запрыгнуть в эту эру Водолея, начать научиться вот этой свободе внутренней, научиться этому сотворчеству, научиться вот этому сознанию Творца условно, научиться жить в доверии, в интуиции, в открытии сердечного центра, ну или остаться в прошлых убеждениях, паттернах. У нас же есть выбор, понимаешь? Поэтому вот эти видео, которые мы пишем, вот эти эксперты, которые сейчас так открыто про это говорят, ну это же бесценные знания, понимаете? Кто-то услышит и поймет о том, что действительно нужно... И знаешь, у меня есть такая фраза, если я говорю о том, чтобы менять свою жизнь, мы должны менять свое сознание. Но никуда от этого не деться. Мы должны всегда работать над собой. В астрологии есть такая планета Юпитер, она звучит как гуру, гуру переводится как тяжелый, и это планета, которая связана с изобилием, с богатством. И вот смотри, как интересно, Юпитер это знание, это одна из самых таких важных планет, она мудрая, она дает знания, и как раз она связана с богатством. Почему? Потому что только знания нас делают богатыми на самом деле. Ну да, мы можем там выиграть внутри миллион долларов, мы можем его прокутить, и ничего нам это не даст. Но вкладывая в себя через какие-то знания, взращивая в себе какие-то качества, обучаясь каким-то новым дисциплинам, или как минимум разбираясь в себе, то есть это остается со мной, я это уношу вообще. Понимаешь? То есть мы приходим голенькие и уходим голенькие отсюда. Мы забираем только знания, нашу реализацию, наш опыт, наши прожитые какие-то эмоции и чувства. Поэтому планета Юпитер это про богатство. Но не в контексте вот таком, а именно через знания. Поэтому время, в котором мы живем, почему сейчас так много проводников, людей, которые транслируют это так активно, и вы в частности, как проект, делаете свою миссию в этом аспекте, потрясающую миссию для людей, как раз чтобы они слышали и понимали, что все, время закончилось, нельзя сидеть на месте. Как прежде уже не будет. Как будет, вы пока не знаете, но сидеть на месте нельзя. То есть здесь получается, какие такие, знаешь, моменты можно себе зафиксировать относительно эры Водолея? Первое, это что нужно жить в творчестве, сотворчестве, раскрывая сердечную чакру, проявляя Творца. Да, убирая логику, раскрывая свое сердце. Второе, научитесь свободе, в проявленности, штуку свободе, научиться быть независимым от страданий. Научиться не страдать. Выбирайте не страдать. Тут есть тоже разные пути, практики, это можно вообще отдельно видео на эту тему снимать, глубокий вопрос. Но вот подумайте о том, что страдания только в вашей голове. Вы сами себе придумали, что вы страдаете, а представьте, что их нет. Вы так видите, у нас Луна, это наш ум. У нас у каждого своя призма, свое восприятие. Вот есть люди, которые не видят в этом страдания. Даже если что-то плохо, окей, сейчас создам, придумаю, я не выбираю, не страдать. Дальше это технократия, это новые возможности, какие-то новые разработки. Все сейчас будет очень стремительно двигаться вперед, и здесь нужно подстраиваться, идти в новую эпоху, в новое время. А как это переложить, например, технократию на жизнь среднестатистического обычного человека? Просто понимать, что это происходит, не противиться, осваивать какие-то новые технологии, разбираться, как работают компьютеры еще лучше. Ну, как минимум, да, или там что-то меняется, просто не сопротивляться этому, идут какие-то изменения, не знаю, забирает паспорта, вводит ID, ну, окей, пусть будет так. Вот вообще ничему не сопротивляться. Водолей, это же знак воздуха, вообще никакого сопротивления ничему быть не должно. Нужно научиться вот жить вообще в потоке, вот в абсолютном потоке, да, и вот я сейчас сама замечаю, что мне невозможно готовиться вообще, я не умею готовиться ни к интервью, ни к чему. Вот все, что идет, это для меня самый максимально ресурсный формат. Вот эта поточность, да, вот пропускаю через себя энергию, мне в этом очень комфортно, да, и вот, соответственно, научиться просто легче, да, отпускайте, убирайте старое, не держитесь за старое. Все, что старое, ненужное, пусть оно уходит, все, оно служило, возможностям. Смотри, а если мы прыгнем, ну, относительно эры Водолея на глобальный более уровень, на уровень стран, на уровень вообще того, куда двигается ситуация мировая сейчас, да, и мы, находясь в России в неком эпицентре, тот, кто сейчас делает главный ньюсмейкер, так сказать, мировой повестки, что на этом уровне нас ждет? Мы можем взять эру Водолея в принципе, можем взять 24-й год. Я уверена, что ты что-то смотрела немножко. Да, давайте обсудим, да, это многие, многие спрашивают, это интересуются, хотя я не люблю политику, я не люблю вот эти вот глобальные прогнозы, мне приходится их делать, но я люблю больше судьбы людей, и все же связано, потому что я это могу поменять, свою судьбу я могу поменять, тебя могу поменять, а все, что касается сейчас политической арены, арены и событий в мире, я на это поверить не могу. Вот я, ну вот я или ты, ты на это поверить не можешь, понимаешь? Поэтому это просто, это просто происходит, и ты просто за этим смотришь, наблюдаешь, и все. Подожди, даже предвопрос такой А как ты думаешь, почему столько внимания Столько интереса у людей всегда Вызывают вопросы, а что будет На глобальном плане, а куда идет А куда вот наша страна, а когда закончится СВО, а когда, когда, когда Ну хотя я не знаю, мое мнение, что все-таки Опосредованно это влияет на людей Как минимум дает какую-то психологическую стабильность Или там успокоение Им уже оп, они идут делать свои дела Как ты считаешь? Ты мне говорила, что ты вообще не знаешь, зачем они спрашивают Эти вопросы Я вижу свои колокольни Ну это интересно, мы здесь про тебя сегодня собрались поговорить Да, здесь просто Во-первых, это момент страхов Люди действительно боятся будущего очень часто Как раз астрология, она убирает все эти страхи Я знаю, что я проживу через год, через два, через три Я точно знаю, примерно я хотя бы В направлении, что со мной будет У людей, соответственно, тоже нет понимания Есть страхи, поэтому они интересуются Это первый момент, второй момент, ну конечно Кто-то же хочет, чтобы это побыстрее все завершилось Это тоже абсолютно нормально Ну если мы возьмем 2024 год Сказать, что здесь будет прям облегчение Точно нет Но там все, что говорят сейчас про третью мировую войну И что-то будет вот такое В таком контексте этого не произойдет Будут такие мелкие, да Быстрые столкновения, провокации Такая вот возня Вот весь 2024 год Она будет, провокации на границе Это будет происходить А если мы говорим про Украину и Россию То Украина вообще в целом Она потеряет свое существование Я тоже это проговаривала еще в, не знаю, каком В 2021 году, по-моему, у меня есть там тоже Потеряют когда? Вот еще какое-то время, да То есть я не скажу сейчас точно Но в целом она распадется То есть она как Украина существовать не будет Часть земель уйдет там Польша И в 2024 году Россия, она Скорее вот Херсон, Одесса, Николаевская область Здесь тоже, да Причем вот Херсон, там даже не видно боевых действий Скорее это вообще как-то будет очень так Мирное присоединение такое вот к России То есть в этом году Россия приобретет еще часть украинских земель То есть если мы возьмем даже карту Владимира Зеленского В его гороскопе Ну там все очень печально Натальную карту ты имеешь в виду? Ты смотрела? Конечно смотрела И что там? Я тебе больше скажу У меня приходил на консультацию человек Не буду говорить имя, известный человек Из шоу-бизнеса Он сказал Юля, когда увидел ваше видео, я обалдела Потому что то, как вы его писали Это же поразительная точность Вы 99% попали Хотя я ретифицировала время Тот человек, который к тебе пришел И Зеленский знакомый Они друзья, они в хороших отношениях Он говорит, я когда-то услышала, я просто обалдела Что 99% попали про него Откуда вы знали время? Я его ретифицировала, его восстанавливала Он говорит, вы просто полностью его писали Это вот к слову Поэтому карта у него действительно очень говорящая, рабочая И у него в этом году очень сложный период У самого президента Украины И скорее он лишится вообще того влияния Того статуса, в котором он сейчас закреплен И может быть он оставит свой пост И 2024 год вообще уйдет Потому что там фигурирует новое лицо Как человек, который начинает брать в управление Уже, скажем так, Зеленский отходит на второй план Когда придет новый человек Здесь уже все будет рассыпаться просто на глаза То есть уже там хвататься будет не за что Поэтому 2024 год для Украины не очень-то удачно, успешный Но это не заканчивается в любом случае Если возьмем карту России С февраля 2024 года У него произошла смена Махадаши Был большой период Раху Стал период Юпитера И это очень благоприятно Юпитер сильный, в 10-м доме Да, он там со своими поражениями Но тем не менее То есть мы все-таки, Россия сейчас потихонечку То есть 2024 год это как бы предгод Для уже более масштабного такого утверждения Что ли, да, на политической арене То есть тренд заложен и он идет наверх Да, то есть сейчас мы будем Вот прям 2024 год он еще такой сложный Он точно не простой, да Учитывая все положение и с Америкой, и с НАТО, с Украиной Все сложно еще пока То есть здесь сказать, что вот сейчас все закончится Точно нет, 2024 год Но уже к весне 2025 Вот здесь мы уже увидим прям вот шаги К улучшению, да, каких-то переговоров Опять-таки здесь не произойдет Это, знаешь, как в 45-м году Там а-ля подписали, сели, все, мы победили Это будет не так Это будут очень постепенно, да, такие переговоры Другие переговоры То есть вот эти переговоры не будут долго Но весна 2025 года, я очень надеюсь, что там Период, который вот как-то регулирует этот конфликт Он будет хотя бы, да, там остановлен, приостановлен Какие-то будут уже договоренности Но 2024 год, то есть здесь расслабляться нельзя И много провокаций И очень много, да, попыток дестабилизировать Политическое устройство власти Очень-очень, ну, такие вот Неспокойное время Особенно это касается стран Калининград, вот та область, да И граница, безусловно, с Украиной И вот все, что связано с морским флотом В том числе с водой Потому что вот водные стихии И вообще вот вода Или островная какая-то история Крым, да, это все-таки места еще достаточно очень опасные И вот флот, в частности Он каким-то образом, да, вот будет Трудностей, да, именно на воде Какие-то проблемы, конфликты связаны с водой Также 2024 год Он, ну, опасен, наверное, тем Что будет очень много локальных землетрясений Цунами Ну, вот именно природный катаклизм В мире, да, в мире Да, вот мы уже знаем, что в Казахстане Было очень сильное землетрясение Ну, оно вот так сейчас и будет, да Везде вот эти вот моменты Они будут постоянно происходить И мы будем видеть, что сам мир, сама земля Она вот, собственно, недовольна, да Тем, что есть сейчас Это она возмущается? Как мы можем интерпретировать? И она недовольна? Или она просто так же меняется? Знаешь, она накапливает негативные вибрации И потом это просто всё выходит через какие-то катаклизмы Ну, вот как всплеск А, то есть катаклизмы — это как выход Как выход негативной энергии Как истерика женская Да, да, можно так сказать Когда всё напряжение уходит Да, так и есть Соответственно, это как зачистка территорий Да, зачистка, возможно, людей Которые попадают в эти места Или попадают в эти катаклизмы Вот, соответственно, мы будем видеть Весь 2024 год вот эти вот сложные моменты Вот, поэтому в целом расслабляться нельзя Порадовать не могу Сказать, что что-то прям будет классно Но, знаешь, наверное, каждый из нас сейчас Должен брать ответственность за свою жизнь в свои руки Понимаешь, вот не ждать, что там кто-то что-то мне решит Что-то мне как-то Вот, пожалуйста, надо вырасти Надо вырасти и взять ответственность за свою жизнь Вот просто научиться Всё, что бы в ней не происходило Принимать Принимать и проживать Понимаешь, осознавать и проживать Это разные вещи Я понимаю, но я не понимаю, почему это такой очевидный, простой вопрос Вот сейчас стал резко вообще обсуждаться Как будто бы раньше Ну, было как-то по-другому или что? Было по-другому Это правда? Как? Это правда было по-другому? Раньше каждый человек не отвечал за свою жизнь Или как? Абсолютно Все равно, если ты хотел каких-то экстраординарных достижений Хотел стать кем-то Для этого нужно было прикладывать усилия Брать ответственность за свою жизнь в свои руки всегда Почему это сейчас вот так вот прям, знаешь, возводится в какой-то культ? Если даже взять там 80-е годы 80-е, 90-е, 70-е Там система тобой управляла Ты вообще, ты как единица был никто Или даже ещё раньше возьми Или Великая Отечественная война Почему победили? Да потому что силы объединялись, да? Много коллективизм Когда ты часть системы, ты был силён Сейчас время другое Ты силён, когда ты в соединении с собой В контакте с своей душой Со своими мыслями, с телом Ты как бы понимаешь, кто ты, куда тебе То есть у тебя есть вот этот контакт с высшим я Вот тогда ты силён В то время работала система Если ты в системе, ты выживешь Сейчас так не работает В этом смысл Поэтому, понимаешь, каждые времена они отличны Абсолютно И в каждое время живёт человек с определённым сознанием Вот дай сейчас бабушке 90-летней в руки айфон Она даже позвонить не сможет Покажи ей, распиши, скажи Вот такой пароль, нажми сюда Она не сможет повторить Просто не сможет Потому что её сознание другое Оно по-другому устроено Понимаешь? Или ребёнок там год А он шпарит, пароль сам найдёт Сам видео снимет Ещё там на ТикТок загрузит Понимаешь? То есть каждое поколение живёт души С определённым сознанием людей И у этих душ свои задачи Если мы опять-таки коснёмся Великой Отечественной войны Там пришли души пострадать, отстрадать Понимаешь? Страдали все Ну были жёсткие времена Это ужасные времена Которые проживали люди Она просто нечеловечная Бесчеловечная Это даже невозможно Иногда вот слышишь Думаешь, как они вообще все выжили Как они выжили там все То есть получается, что если раньше Например, даже если мы берём вообще Россию В советское время Если у тебя был шанс раствориться в толпе И как-то худо-бедно существовать Достаточно вести стандартный образ жизни То сейчас это не прокатит ни под каким углом Конечно Потому что просто тебя Ну, вибрации настолько другие Атмосфера бульончиков, в которой мы существуем Они настолько другие, что тебя выкинут Да, сейчас индивидуализация Что такое водолей? Знак водолея Это, во-первых, свобода Проявление творчества Это нестандартный подход Это креатив Это проявление себя Вот как я хочу, понимаешь? Это вот словно я делаю то, что я хочу Вот это вот водолей Соответственно, вот это время, когда человек Лужен себя проявлять, вот как он может Вот как он чувствует Вот как вот ему комфортно А время, когда люди проживали ранее Там только Ты попробуй быть другим Ты попробуй быть другим в то время Тебя выгоняли из партии Из комсомола тебя выгоняли Ты вообще там был отшельником Ну, короче Все было очень сложно Ну, тебе надо было как бы номинально Ты мог говорить какие-то вещи Но ты мог при этом оставаться Творческим, креативным, тонким, уязвимым Индивидуальным внутри, в целом То есть просто я здесь, знаешь, тоже еще Как некая виржу противоречия Получается, раньше рождались люди Техничные, роботы, логичные Нетворческие и так далее А сейчас вдруг рождаются креативные Люди-то, как сказать, процент разных типов людей В обществе, он же одинаковый На протяжении всей истории Разве не так? Почему сейчас вдруг люди, которым Просто, ну, не свойственно Как личности Ты же видишь карты миллиона людей Не все же творческие, креативные Не всем нужна индивидуальность Кто-то любит ходить с троем Почему им сейчас, ну, как бы нельзя это делать То есть почему они должны менять свою суть Они созданы для технической, простой, понятной, логичной, рутинной работы И они не хотят это делать А получается мир их такой Извините, к сожалению, вам нельзя дальше Послушай, ну, в системе нужны разные винтики Разные пазлики Это, безусловно, есть процент таких людей Которые вот не хотят, им комфортно, нет проблем Но в целом энергии и времени все-таки В эру водолея Это я сам Я вот такой Я так могу Я сяк могу Смотрите, какой я индивидуальный, креативный Но если взять времена предыдущие То творчество Что входит в понятие творчества? Это тоже какая-то модель И ты за рамки этой модели не мог выйти Понимаешь, ты не мог сейчас снять торис Как сейчас мы это делаем В трусах, например Или в лифчике Или в купальнике Тогда это было неприемлемо абсолютно То есть, понимаешь, момент творчества Он тоже вообще разный И вот в те времена там были свои критерии творчества Просто не существовало форм таких Ты мог написать симфонию Сочинить балет какой-то невероятный Это не значит, что не было творческих людей Конечно, там и в музыке, и в театре, и в кино Были невероятные или и остаются В те времена Другой вопрос, как проявлять это творчество Понимаешь, как его транслировать Где грани вот этого творчества Вот сейчас они безграничны Ты можешь быть всем Ты можешь быть и таким, и таким И жнец, и гнец, и надуде, и грец Все умеешь А тогда, если ты вот актер, значит ты актер Если ты на кассе продаешь мороженое Значит ты продаешь мороженое на кассе всю жизнь И мало уже куда-то ты из этой системы уйдешь Или, например, я свою маму могу взять Она вообще у меня актриса Вот она любит себя показать Но она всю жизнь проработала в торговле Единственное, о чем она жалеет Это в том, что я жалею, я вот туда не пошла Потому что тогда вот ты, если в торговле И ты всю жизнь вот по этой, значит, колее двигаешься Понимаешь? А сейчас нет этому границ Я вчера, не знаю, была айтишником А сегодня я стала блогером А послезавтра я там построила, не знаю, отель на Бали Понимаешь? То есть у меня сейчас нет границ Абсолютно Я астролог, но вместе с тем я мастер на УПИ Я гипноз изучаю Я все знаю, все умею Мне все интересно Я хочу все в себя впитать Понимаешь? Вот эта форма, вот эта грань Она отсутствует, понимаешь? И чем больше я в себя впитываю Чем больше знаний во мне Тем больше я продуктивна для людей А вот как сейчас меня назвать? Я астролог, мне мало этого уже То есть я вроде бы не банальный такой астролог Который какие-то вещи говорит Я знаю больше Знаешь, тоже вот эту форму я не могу в себя вместить Поэтому творчество, оно сейчас без границ Да, но, во-первых, важно подчеркнуть Что ты являешься профессионалом В каждой из этих отраслей, куда ты идешь Это не то, что ты закончила курсы НЛП Да, нет, у меня везде образование, конечно То есть у тебя, во-первых, глубокое образование Большой опыт и так далее Вот это тоже некое, знаешь, искажение Системы, которое сейчас происходит Когда я сегодня СММщик Завтра актриса А потом на Вайлберис продаю Да Ну, то есть, как бы, вроде как и везде, и нигде Но это один момент И я тебе задаю столько уточняющих вопросов Возможно, может показаться зрителям Что я, знаешь, самый несогласный человек С новым временем Хотя это вообще не так Но просто мне хочется, чтобы, знаешь, Прямо до какой-то сути докопаться К тому, чтобы мы не какими-то популистскими Изотерическими, знаешь, такими Эра Водолея Все должны быть творческие А действительно докопались До какой-то сути С разных граней рассмотрели Именно поэтому я так тебя Да-да, нет, очень наоборот Здорово Я очень люблю такие вопросы И действительно Докопаться до сути крайне ценно Здесь, наверное, еще знаю Что хочется добавить Что основа, да Творчество же Это уже как продолжение Человека, да Который находится в контакте Со своей душой И вот это вот фундамент Потому что человек Он не может творить Созидать, да И вот так проявляться Если он вообще не понимает Кто он И большинство людей Вот большинство людей Которые даже сейчас живут Сейчас, может быть, уже более люди Да, просыпаются Они не понимают Кто они вообще В чем их сила В чем их талант Для чего они родились В чем их задача В чем их предназначение Так вот астрология Это как раз про это И уже для того, чтобы творить Здесь уже нужно понимать Кто я Да То есть И вот это важный момент Чтобы быть проявленным И быть творцом Нужно признать в себе силу творца Да Признать вообще Свою силу в себе А как ее признать? Соединиться Со своими Ну, условно Вспомнить Ту информацию Да С которой ты пришел На эту землю Потому что Мы все рождаемся Абсолютно уникальными У нас у каждого Полно талантов Способностей И задачи есть У каждого свои Понимаешь Кому-то там Пять детей нужно родить Кому-то нужно стать Миллионером Кому-то, не знаю Там, пароход построить А кому-то, вот психологом, например Или воспитателем В детском саде Это тоже элемент предназначения Соответственно Когда ты это понимаешь И у тебя есть знания о себе Тебе очень легко творить Ты уже это делаешь Очень органично Легко И действительно Это вот идет само Вот Поэтому это тоже важный момент Вот в те времена Если мы уже коснемся Да Знали ли люди Кто они Для чего они пришли Не было психологии Не было астрологии Вообще всех знаний Они были закрыты Знания Я астрологию начала изучать 17 лет назад Ничего не было Понимаешь Книг-то толком не было То есть приходилось Где-то это все собирать По каким-то крупицам Ой, есть астрология А где ее учить А куда ехать Понимаешь Получается еще одно Отличие нового времени Это как раз в том Что люди хотят Могут и должны По идее Задавать себе именно вопрос Кто я Зачем я С этого нужно начать И получается Творчество Не в таком Примитивном Ну скажем Узком Понимании Да Мы имеем в виду А в более широком То есть творчество Это как жить творчески И творить и быть творцом То есть это понять Кто ты Что ты за персонаж Понимаешь И прокачать его Прям вот Как в компьютерной игре Дойти Довести его до максимума Это так и есть Именно свой Как бы раскрыть То, что в тебе заложено А то, что в каждом Что-то заложено Это факт Правильно? Сто процентов, да И знаешь Добавлю, что Маленький индикатор Это Интересы Следовать Своим интересам Потому что Это и есть Быть в связи с собой Да Это и есть По факту жизнь Вот для меня Что такое жизнь Для меня Это следование Своим интересам То есть Мне интересно вот это Я туда двигаюсь А вот это мне интересно Вот эта страна Мне интересна Это двигаюсь То есть Я постоянно двигаюсь За своими интересами То есть Я так определяю Понятие жизни Для себя Но Опять-таки Для того, чтобы Слышать этот интерес У тебя должен быть Контакт с собой Ты изначально Должен понять Из какого теста Ты состоишь И вот это Инструмент астрологии Он незаменимый В наше время Кто бы что Про него не говорил Что это инструмент 3D Что астрология Сейчас не работает Ребята Работает все Очень четенько Вот поверьте Ну До мурашек Понимаешь Вот например Тот же ченнелинг Который сейчас Сильно Да Прям Не работает Там прогностика Я на себе Проверила Они в моменте Считывают А прогностика Мимо А что ты имеешь ввиду То есть Когда ты запрашиваешь Что будет Куда мы двигаемся События А что вот тот А вот что мне через год А нужно мне покупать квартиру Мимо Все мимо Я тестировала этот инструмент Ровно 2 года Я обошла штук 30 ченнелеров Разных Ни один В прогностике Не попал Поэтому этот инструмент Он имеет место быть Он классный С этим нет спору Но в моменте В считке Вот ты есть Вот они тебя Считали Увидели там что-то Подсказали А что будет дальше Они не знают Вот это я проверила На себя Я человек такой Который все на себе Проверяет Пробует Если я вижу инструмент Он работает Я делюсь Если не работает Извините Ну вот так Вот поэтому я говорю Что для меня ченнелинг А астрология Вся прогностика Она до сих пор рабочая Проживает человек Сложный период Он его проживет Он это подтверждает Купил квартиру Так у вас Да точно Переехали Понимаешь То есть все работает Поэтому астрология Это ну такой Знаешь Элемент диагностики Собственного я Собственной личности Понимания себя И когда ты уже В себе разобрался И понимаешь Кто ты Что ты Почему ты такой муж Почему такой ребенок Почему такая судьба Вообще Там не знаю И когда ты с собой разобрался Тебе уже очень легко Дальше Выбирать Понимаешь Потому что выбирать Мы можем Когда мы Видим Знаем свою базу Заводскую Вот эту установку Знаем свои паттерны Какие-то слабые стороны Но мы уже выбираем Меняться Мы уже выбираем По-другому Поэтому астрология Она очень круто В этом вопросе помогает Да Вот Менять свое видение И менять свою жизнь Опираясь На понимание Знания о себе У меня такой вопрос Возник Прям Почему вообще В принципе Так работает в мире Что нас настолько разделяют От своего Вот этого Я предназначения И опять же Среднестатистический человек Должен Танцевать танцы С бубнами Для того Чтобы понять Зачастую Кто он Что он Почему это Не выдается Ну то есть Как Зачем так усложнять Да Вот Если подожди Подожди Сейчас Сейчас я говорю Давай-давай Нет Действительно Если вот так подумать Если мир хочет Чтобы все были Творческие Креативные Наполненные Но сделай попроще То есть Выпускай уже Сейчас людей И как бы Какую-то им Давай более очевидную вещь Чтобы они сразу Считывали Зачем вот эту Многоходовочку Устраивать Очень-очень классный вопрос Во-первых Мои студенты Все так говорят О том Что Юля Вот астрология Нужна преподавать в школе Вот если бы Человек знал Элементарные вещи Да Про себя Ему бы легче было жить Вообще Там куда идти учиться Не делать кучу ошибок Не ходить в те кружки Да Очень много Сломленных детей Когда родители Там не знаю Вели футбол А ребенку нужно было рисовать Например Это большая проблема На самом деле Да И вот астрология Очень здорово помогает И просыпаются люди Берут этот инструмент В свою жизнь Но я тебе так скажу Ты говоришь Миру невыгодно Какому миру? Системе очень выгодно Иметь рабов Очень выгодно Чтобы Не ну подожди Есть же эра водолея Которая подразумевает Вот этому Вот тому уровню Сейчас мы туда будем заходить Поэтому сейчас постепенно Люди просыпаются Идут к астрологам Психологам Ченнеллерам Что-то 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 берут Но если мы возьмем Чуть-чуть предыдущее время И то время С которого мы вылезли все Это было невыгодно Понимаешь Астрология это плохо Значит Христианство запрещает Астрологию Я лично видела книгу Я водила ребенка В воскресную школу И лично видела книгу Да Христианство против астрологии Но при этом Все их праздники Пасха и прочие вещи Они просчитываются Значит С полмолунием связаны Как да Причем здесь Как это вообще связано Понимаешь Ну там своя система Это тоже политика Ну может быть Такого своего рода Удержать людей Да Не давать им развиваться То есть система 3D Условно сознание Это держать людей в страхе Всегда То есть раньше было Окей Приняли И сейчас мы в это идем Да И сейчас все просыпаются Сейчас огромный интерес У людей к самопознанию К астрологии И это смотри Об этом говорят То есть об этом сейчас Везде говорят Есть знания доступные То есть если я раньше училась Там везде ездила Собирала по крохам Все техники информацию Сейчас пожалуйста Можно дома обучаться Пить чаек И тебе эти знания загрузят Разжуют В ротик положат А я в свое время Ну вот ездила И искала этого То есть мы сейчас вошли В то время Когда это все доступно И этим надо пользоваться Понимаешь И мы живем Уникальное время В этом контексте А то что ты говоришь Это было выгодно Это сейчас просто То время Когда невозможно Об этом молчать И не получится Сдержать вот эту Свободу проявленности Всех людей Там экспертов Разных людей Которые о себе говорят И которые несут знания В этот мир И помогают людям проснуться Но в то время Допустим Чуть-чуть раньше Возьмем в системе Нужно было выгодно Держать людей в страхе Всегда Ты раб Понимаешь Ну раньше да Окей Это мы все поняли То есть получается Если смотри Посмотреть некий такой Таймлайн Развитие землян То сейчас Вот мы как раз Между Мы в начале Взрождении В самом Этой эпохе Которая 250 2160 лет А 2000 Я думала 200 2000 Да Очень долго Ну это по сути Золотой век Сейчас мы проживаем С вами Золотой век Вкрапление Золотого века А что такое Золотой век Ну начало Получается Где-то в самом начале Да А что это такое Это когда люди Обладают знаниями То есть они проснулись Они знают кто они В чем они сильны Подкорректировать могут Свои слабые стороны Да Сотворить Петь Танцевать Ну вот все можно Сейчас можно все Понимаешь Вот что ты хочешь Что тебе можно Вот сейчас такое время Насколько я интервьюрую Экспертов И там у нас была конференция Очень большая Про тайный денег Недавно И один из основных вопросов Людей Это реально связано Всегда с предназначением Да То есть это прям знаешь Настолько важно понять Кто ты Что ты там И так далее Как-то себя определить Что Да Ну что такое предназначение Предназначено То есть есть знания Которые уже были Перед тем Как ты родился И это момент не того Что я что-то должен добрать Вовне Найти Куда-то Что-то я должен там Вовне взять Это не про это А это про то Какой ты вообще Вот для чего ты рожден С чем ты рожден Понимаешь Какой набор качеств У тебя есть внутри Которые ты не проявил Побоялся это сделать Понимаешь В чем твоя сила Сильная сторона Вот это все в нас И соответственно Предназначение Это тоже элемент Вот раскрытия Да Разных грани себя Как личности Как души Мы живем не только На платформе нашей личности А есть еще задачи Души Понимание Аспектов Более высокого порядка Поэтому Предназначение Такое глобальное Глобальный вопрос Это не про работу И это не про деньги А это про Вот такой букет Разнообразных моментов И тоже элемент Вот понимание Предназначения Своего Это элемент Понимание того Как я могу Соединиться с собой А если я соединился С собой Значит я Чувствую в себе Эту силу Проявляться Творить Созидать И так дальше Я хотела Тебя задать вопрос Когда мы были Где-то на 24-м году И ты как раз Рассказывала О событиях Которые возможно Там ждут Что будет происходить Можешь ли ты Дать Ну наверное Советы Или что-то такое Например Как себя вести Достаточно в бытовой жизни Именно в 24-м году Учитывая все знания Которые у тебя есть Относительно вектора Развития нашей страны Мировых событий Я уверена У тебя есть какое-то Понимание Что происходит И например Что было бы полезно Как себя проявлять Помимо очень таких Высоких вещей Как искать свое предназначение Это мы все поняли Но например Покупать недвижимость В Натальнем Востоке Классно Идти в IT-профессии Не знаю Что-то очень прикладное Можно Конечно Это очень такое общее Потому что у каждого Своя карта Безусловно Но какие-то тенденции С которыми можно совпасть Ну во-первых Если мы говорим Про 2024 год Он уже у нас в разгаре То здесь история Про взять ответственность На себя Восьмерка Это ответственность Это Сатурн Это принятие Каких-то вещей Это умение перестроиться Под новую Гибкость По умению Быть гибким Под новые условия Это абсолютное Отпускание всего старого Потому что Старые друзья И вот у вас Вы страдаете И вот он со мной не дружит Отпускать все Уволили с работы Отпускайте Что-то произошло Отпускайте Бизнес не идет Закрывайте Вот учитесь слышать Вот это время Когда что-то не идет Отпускайте Если есть какие-то проблемы Затыки Это просто нужно отпустить А не держаться за это Вот это основной показатель Если что-то обнуляется Важно отпускать Благодарить Отпускать И открываться новому Если это тебе мешает Если тебе это не мешает То не надо Совершать резкий движение Ну или, например, бизнес Который ты просто теряешь Он у тебя там что-то То есть ты туда вкладываешь Бесконечно Результата нет И уставший, выгоревший Вот вы понимаете Что пришло время его отпустить Значит И перестроиться в новое время И проблема-то в том Что люди держатся за старое Не хотят отпускать А Сатурн Это про Ну, некоторую аскетичность Отпускай Принимай Доверяй Да, про это Поэтому вот важный момент Если в жизни у вас Такое происходит Вы это чувствуете Отпускайте Не держитесь за старое Это самое важное Дальше Вот эта внутренняя ответственность Внутреннее взросление Ответственность Вот все, что есть в моей жизни Вот просто примите Как мантру Все Я тому создатель Вот все, что я имею в жизни Все, что я создал Вокруг себя Или я проживаю Я тому причина Никто в этом не виноват Все Вот это понимание Дает очень классное Ну, круто Значит Если мне вот это не нравится Как я могу это изменить Я могу изменить Не поменять другого А как я могу измениться Да По отношению к кому-то Чтобы, например Наши отношения изменились Не он должен поменяться Потому что я так хочу А я что-то должен Себе пересмотреть Вот всегда вопрос Что я могу Что я могу изменить Да И вот это вот понимание Она даст как раз Вот это вот взросление внутреннее Когда я полностью Беру тотальную ответственность За свою жизнь За свои чувства За свои эмоции За свои выборы Я каждый день выбираю Понимаешь Что мне посмотреть Новости Или почитать какую-нибудь книгу Да Не знаю Посмотреть какое-то интервью Про то Астрологию Да В тайном сообществе Да Полезная Или, я не знаю Позаниматься ерундой И посплетничать с подружкой Я же постоянно выбираю Вот задумайтесь Что вы выбираете каждый день Вот Из чего состоят ваши выборы Ежедневные Понимаешь И это тоже Это вроде бы просто Но если вы туда будете Направлять внимание Ведь туда, куда мы направляем Внимание Мы туда направляем свою энергию Понимаешь Если направляем свою энергию На сплетни На раздражение На недовольство На осуждение Ну да Ну я же это и буду иметь В реальности Понимаешь Все, что мы видим В своей жизни В реальности Это есть в нас Я проекция Абсолютно полная проекция Всей своей жизни Я в этом виноват Если тебя что-то не устраивает К себе вопрос Твоя проблема Да Вот это Вот весь год он про это Дальше По поводу Сатурна Сатурн это сельское хозяйство 2024 Все циферки сложите Энергия Сатурна И это тоже про сельское хозяйство Поэтому вот момент производства Он тоже для многих людей Будет актуален В 2024 году Именно связано С сельским хозяйством Землей Или вообще Любое производство Вот любое производство Это что-то создавать Да Производство одежды Там не знаю Сельское хозяйство Новые какие-то продукты питания Не знаю Какие-то запчасти Ну что-то да То есть вот именно Производство и созидание Что-то с нуля Вот это вот очень Перспективная история Да Вот не IT Хотя про это Очень много говорят Этого уже полно А именно производство Да Что-то физическое Что-то физическое Да неважно Косметика Не знаю Там одежда Продукты питания Что-то вот Производство Потому что Сатурн Он связан с производством Вот эти вопросы Они также хороши Ну что касается Недвижимости Сейчас наверное Уже поздно Метаться Потому что Ну я так вообще сказала Знаешь Рандомно То есть это Да Это не связано А вот Земля Земля она будет всегда Иметь спрос И в Землю тоже Сатурн это Земля И вкладываться в Землю Тоже очень благоприятно Если мы говорим Про инвестиции Ну и биткоин Мы видим Он сейчас прям Пошел в рост И криптовалюта Это то Зачем будет будущее На самом деле Кто бы как к ней Не относился Кто бы как Не игнорировал ее В будущем Это будет рабочий Ходовой инструмент То есть биткоин Будет рассчитываться Ты серьезно Абсолютно Абсолютно Биткоин никуда не уйдет Он будет И оставаться И дальше Он будет Очень хорошо Пользоваться спросом То есть люди Которые жалеют Что там Когда в 2008 Если бы я тогда Купил крипту Можно сейчас Опять посмотреть В эту сторону Сейчас он подрос Надо ждать Пока он упадет Буквально с января Я знала эти вещи Я сама Любитель Криптоистории Я увидела рост И так оно случилось И в принципе Я инвестирую сама В крипту И немножко в этом Чуть-чуть разбираюсь Но не в формате Моментальных моментов Это быстрее Долгосрочная инвестиция Но вот он растет И биткоин Будет расти И дальше И да Он может там упасть Потом снова подрастет Но то есть Если мы говорим Про долгосрок Биткоин Это то Куда точно Можно вкладывать деньги Но надо сейчас ждать Пока он немножко опустится Сейчас он там По-моему 61 Это достаточно много Вот Я так киваю Как будто знаю Надеюсь убедительно Я отыграла Нет Я просто Никак этому не А вот эти моменты Тоже понимаешь Мне Интересно На самом деле Я даже задумалась Я была очень далека От криптоистории Но я же знаю Что такое Мы проживаем Какие периоды Я же сама Все использую Все эти знания Которые я вещаю Я же так же Свою карту смотрю Карту мужа смотрю Все эти моменты Оцениваю И я понимала Что эра водолея Это технократия Это все новое Это цифровое И поэтому я вовремя Тоже Понимаешь Думаю окей Но раз это так Значит надо в это идти Покупала И в общем-то В итоге Сейчас все так Проявила сонастройку Несопротивление Принятие Прямо по инструкции Хотя мозг Вообще безумно Сопротивлялся И далека от этих вещей Но мне пришлось взять Человека Который мне немножко Погрузил Подсказал То есть я взяла Консультацию Которую меня Как-то тоже направила Ну вот Я тоже пользуюсь Этим временем Понимаешь Сопротивление есть Конечно есть Но разум сильнее Чем логика Классно На самом деле Очень емко И действительно Даже имея Не знаю Даже свою Личную там Карту И свои личные тенденции Даже вот это вот Понимая Мне кажется Можно очень здорово Как-то это Слушай Я тебе просто еще Инвестировать в крипту Я тебе еще не рассказала Свой пример Жизненный Да Это может быть Не стоит Может быть так сильно На камеру про это Ну то есть я же В натальной карте Увидела сильный Юпитер Четвертый дом Недвижимость Думаешь Как это проиграется В итоге в год За год Мы приехали в новый дом Купили две квартиры И я в это шла Осознанно Потому что я понимаю Что сейчас время Потом может быть не время Все выросло в цене Все куда я вложилась Подскочило за год Невероятным образом Понимаешь Я просто не хочу Чтобы такое хвастовство Звучало Но это правда Тот инструмент Который меня прям Заставил в это пойти Через астрологию Убрала логику Да И включила знания Ну это наоборот Здорово Потому что ты своим примером Сама являешь То Что учишь Да Эти знания Все Так и есть Я все через себя пропускаю Если я вижу Что это не работает Ну значит Я это не транслирую Ну там методы Какие-нибудь Психологии Или подходы какие-то Я все через себя пробую Мне не подходит Я это не транслирую То что я беру И то что я вижу Как рабочий инструмент Я с людьми беру А не было ли такого За твою практику Что к тебе на консультацию Приходит человек Ты смотришь его карту И как-то примерно понимаешь О чем он И что он по идее Должен был проходить А на практике Это вообще по-другому Он такой Нет И не женился И детей нет И так далее Такие были у тебя случаи Слушай Если человеку суждено Жениться Он точно женится Это сто процентов Ну то есть Если есть это в гороскопе Вот это видно Эту точку Это точно случится То есть не совпадений Не было никогда Ну вот в таком контексте Точно нет В каких-то менее Например Человек развелся И вот у него вторые Например Когда я выйду там замуж И вот период был Спрашиваешь Вот смотри У тебя вот в этот период Были отношения? Нет А что ты делала? Ну вот я работала, куда-то ходила. Ну то есть бывают периоды, когда человеку как бы надо выбирать, проявляться, ходить в кафешку, да, вот как-то себя показывать, потому что у него могут быть знакомства, могут быть романтические отношения. Она сидит дома, она ничего для этого не делает. Вот здесь тоже момент, да, как действует этот человек, потому что ведь наша судьба, она не только состоит из каких-то точек встроенных, но это и наши действия, то, как мы действуем, понимаешь? Это важно, потому что если идет период возможностей, а человек сидит дома и пьет пивко у телека, ну будут ли они? Вопрос. То есть от его выборов очень много что зависит, понимаешь? Поэтому точки вот такие прям конкретные, они видны. Там или болезни, или сложности, или что, какие-то потери, переезды, это все видно. Но такие вот моментики, здесь нужно общаться, да, то, как человек вообще действует, как он, и даже часто, знаешь, человек что-то говорит, я просто слышу, как он рассуждает, уже понятно, уже понятно, насколько вообще процентов он берет свой потенциал в жизни или не берет, понимаешь? То есть с астрологией, получается, ты можешь показать какое-то максимальное проживание. Конечно. Возможное для конкретного человека. В этом и задача, вот выжить, знаешь, как вот соковыжималка, вот выжить, вот сок, вот эту мякоть из самого себя, из знания о самом себе. Потому что астрология, это не про что-то плохое, у тебя вот эта проблема, вот тут у тебя проблемы, нет. Вообще их не существует. Я даже своих студентов учу, смотрите позитивно, берите про потенциал, но не говорите про негативные штуки. Это и так человек сам может знать, да, я никогда не встраиваю людям убеждение, что там у тебя умрет муж, не дай бог, что-то произойдет. Это вообще ужасно, но когда вы слышите таких астрологов, бегите от них. А ты видишь, при этом ты видишь такие вещи в карте, например, действительно, смерть близкого человека. Конечно. Или, не дай бог же, смерть человека, который к тебе пришел, например. Я вижу, и человек задает вопрос. Когда мне задали этот вопрос, только тогда я имею право на него ответить. А ты отвечаешь, как это есть? Допустим, да, конкретная ситуация, у девушки болел муж. Она живет во Франции, муж тяжело болел, да, и конкретный вопрос. Все знали, что он умрет, да, когда. Соответственно, была точная дата просчитана, декабрь. Он ушел. В это время были сделаны документы, оставлено наследство и сделаны все необходимые вещи, за что она меня сильно потом благодарила. Но об этом она была готова. Все знали, что он уходит. Но когда нужно было, как бы, тоже понимать, чтобы документальный вопрос решить. Но если я, например, вижу, что человек не готов, да, или, например, у него все хорошо с мамой, с папой, а я вижу уход родителя, я про это не скажу, понимаешь? Зачем? Для чего? Чтобы мне его напугать, чтобы встроить в него страх. Я за такие вещи не беру ответственность, понимаешь? Но если мне этот вопрос задают, да, у меня болеет мама. Там сложный период. Это если есть какие-то предпосылки просто. Понятно, человек спрашивает, а если их нет? Астролог это тоже лекарь. Он может словом убить, а может словом вылечить. Вот это очень важно понимать. Можно сказать такую вещь, что человек это введет в шок, в паник, он будет не готов к этой информации. И что он будет с этим делать? Но ты же будешь виноват в его состоянии. А можно так сказать, да, что натолкнуть, там, проверьтесь, сводите маму в поликлинику, сделайте ей чекап, да, все, точка. А дальше они сами там что-то нашли, что-то прооперировали, спасли. У меня таких ситуаций было очень много. Да, проверьтесь, пожалуйста. Я не говорю в лоб человеку, у тебя, значит, онкология щитовидной железы, например, там, или что-то. Я никогда не говорю. Я говорю, сходите, пожалуйста, проверьте. Вот это, вот это, вот это. Слабые места. Это же вероятность все равно. Ты же не можешь вести точно там. Ну, было, было, да. Но я не говорю про это людям, чтобы не испугать. Это важно. Потому что что-то говоришь, это имеет огромное влияние. Моя задача все-таки показывает потенциал, силу и усиливать человека, а не, понимаешь, убивать в него страх. Но если я вижу сложный период по здоровью, я очень аккуратно просто прошу его провериться. У человека вообще может ничего не болеть, его может ничего не беспокоить. Таких случаев было много. Пошли, что-то нашли, вовремя все сделали, все классно, все хорошо, пишут, что благодарю, и вообще не знал, оказывается, у меня то-то, то-то, все решили. Вот в этом плане астрология, как медицинская астрология, так как отдельно есть вообще инструмент, он крутой. И тот же Гиппократ, что ты понимал, он был астрологом. Знал ты это. Он изучал эти вещи. В Индии, например, врачи аюрведисты, врачи со знанием аюрведы, они все смотрят натальную карту, понимаешь? То есть вот на Востоке условно, в Индии эти вещи, они все встроены в реальность. А у нас почему-то люди глаза открывают. Ой, астрология и медицина, ой-ой-ой. Да эти вообще знания должны быть встроены на уровне школы, понимаешь? Я так просто прям борюсь соблазну задать тебе этот вопрос, который я готовила. Мы вылетим немножко из контекста, поэтому я лучше вернусь. Вот сейчас я фиксируюсь в этом моменте, как раз когда это должны быть знания на уровне школы, аюрведы. Есть с чем крыть. Допустим, если к тебе на консультацию приходит человек и с запросом, к примеру, я к тебе прихожу и говорю, вот ты знаешь, я очень хочу быть, я не знаю, военным, летчиком-испытателем. А ты смотришь в мою карту и понимаешь, что там вообще про это, у меня нет каких-то врожденных для этого качеств, нет там, не знаю, обстоятельств жизни вокруг меня никак не располагают и никаких полетов там быть не может. Как ты с этим, а человек прям реально вот вообще не могу, очень хочу. Да, таких примеров очень много. Нет, ты говоришь, как есть. Тебе надо войти, например. А он летчиком-испытателем. Ты рушишь жизнь людям. Подожди, а следующий вопрос, который я задам, я спрашиваю, а откуда у вас это желание? Вот не так давно у меня была консультация, да, мальчик, 18 лет, значит, стоматолог. Но мы общаемся, я же понимаю, ну, я вижу, что другие у него, вообще другие, он предприниматель, умеет продавать, он там уже деньги зарабатывает на Валбрис. Я говорю, стоматолог, это твое решение? Ну, вот мама хотела. Я говорю, подожди, это твое решение? Вот ты хочешь быть стоматологом? Ну, в общем-то, да. Я чувствую, что вот он вот такой, понимаешь, то есть у него другие качества, ему вообще в другое, а он стоматолог, а выяснилось, что стоматологом хотела его видеть мама. И с детства ему это внушало, ты стоматолог, ты вырастешь, будешь врач, у тебя будет своя клиника. То же самое про лётчик-испытатель. Откуда у него эта информация? Кто ему это привил? Если он скажет, я сам хотел, и мне никто про это не говорил, ну, тут ещё задуматься нужно. Но, как правило, когда идёт расхождение натальной карты и желание человека, то я задаю вопрос, откуда у вас это, понимаешь? Вот, подчеркнуть это маркером, это меня прям очень волновало. Всегда ли существует совпадение между моей натальной картой и какими-то импульсами, которые я расцениваю, как мои личные органические импульсы моей души? Не будет никогда. То есть это невозможно. А если нет расхождения, то значит ищи где-то неправду. Конечно, то есть где-то что-то ты услышала, навязала, вот, музыкальный работник, вот, например, я тоже мама меня готовила быть музыкальным работником. Музыкальный работник, это прям так звучит гордо. Музыкальную школу, потому что тогда классно платили, это была непыльная работа, я всегда от неё это услышала. И мне эта музыка, понимаешь, снится до сих пор, как я не сдала экзамен по сальфеджио. До сих пор, ну, там, 7 лет в музыкальной школе. Я даже не хотела при этом этого, правильно я так понимаю? Да фиг его знает, я тогда была ребёнком, ну, как бы, я вот шла в эту школу, я её закончила, да, но вот это же тоже в голове моей было. Ну, то есть, насколько просто я уже там дальше поработала с собой, но большинство из нас, это вот мы состоим из чьих-то убеждений. Потому что кто такой осознанный человек? Вот это для меня есть понимание, когда человек осознан, он живёт своими импульсами, и в его голове нет чужих убеждений. Ну, нет там, понимаешь? Какая разница, кто обо мне думает, что хочет мама, папа, кем меня видит бабушка, дедушка. Да мне наплевать, я хочу быть собой. Я хочу быть тем, кем меня задумал Бог. И я хочу вот жить из своего состояния духа, понимаешь, в соединённости со своими желаниями, целями и задачами. Вот это и есть осознанный человек. Всё остальное, вот эту накипь, её нужно сдирать с кожей. Пусть это будет больно, но чем быстрее, тем лучше. Ну, это и есть, вот эта пресловутая внутренняя работа, да, духовный рост, это вот как раз именно про это. Конечно, да. Вот смотри, астрология, джиотиш, да, чем я люблю, это всегда про баланс материи духа. Всегда, да. То есть это вот объединение твоих внутренних составляющих, которыми ты наделён с рождения, да, и материальной жизни, которую ты можешь интегрировать, то есть себя ты можешь интегрировать в материю. Да, вот я привожу такой частый пример. Материя и дух, и вообще вот эти два направления, нельзя западать ни туда, ни туда. Это очень важно, жить в балансе между духовной жизнью и материальной. Это очень важно, потому что люди часто либо в материю липнут, страдают несчастные, да, либо в духовности и отлетают вообще непонятно кем становятся. То есть у нас же есть две ноги. Смотри, мы двигаемся, двигаемся, только когда ходим, правильно? То есть мы не можем на одной ноге скакать на духовности или на одной ноге на материи. Ну, может, она недолго. Не устоим, понимаешь, свалится. Да, показательно. Да, и вот смотри, если человек запал в духовность, он свалится там тоже рано или поздно, если вот он весь там отлетел. В материи ему тоже пресным это станет, он заработал уже эти пароходы, заводы, а тошно жить вообще непонятно для чего. Поэтому как бы астрология Джиотиш, она помогает находить баланс между материей и духом. И потому что вот это самое ценное. То есть ты должен жить в согласии с своей душой, понимать, куда тебе двигаться, понимать, что есть для тебя счастье, потому что формула счастья тоже ведь у каждого своя. Понимаешь, для кого-то счастье молиться страда ночи, у кого-то с детьми возиться, кому-то на работе сидеть. Понимаешь, у каждого своя формула счастья. Не существует понимания счастья одинаково для всех. Да, и, соответственно... Скажи это маркетологам всех больших корпораций. Я думаю, они бы с тобой поспорили. Но я, безусловно, шучу. Ну, подожди, а у маркетологов тоже разные боли и разная целевая аудитория? Ну, я имею в виду некую историю успеха, которая некая эталонное проживание успешной жизни, которая существует во всяком случае в социальных сетях. Сто процентов, но большинство проснулись. Понимаешь, и, конечно, если вам нравится в это верить, верьте. Я себя к таким людям не причисляю. Успешный успех не всегда является таковым. Ну, конечно, внутри... Вообще социальные сети не показатель того, насколько человек вообще успешен, насколько он счастлив и вообще кто он. Там часто непонятно, понимаешь? И часто, знаешь, ко мне приходят блогеры. Даже так в ста процентах случаев. Ко мне же приходят блогеры. Очень много консультаций известных людей. Блогеров в том числе. Понимаешь, картинка успешного успеха в моих, значит, диалогах всё очень печально. И я уже давно просто поняла, что нет смысла залипать и верить в то, что вам транслируют. Понимаешь? Абсолютно. Ну, нравится и ешьте, пожалуйста. Ну, я уже давно от этого отошла. Поэтому далеко это не так. Но, тем не менее, для счастья у каждого своё. И астрология объединяет вот эти два полюса, важных полюса, понимаешь, материю духа. И вот только когда человек объединяет вот эти две важные составляющие, тогда он счастлив по-настоящему. Понимаешь? Ну, это очень тонкая грань, и к этому можем приходить всю жизнь. Это не так просто. Но смотри, это сочетание, оно же всё равно у каждого разное в процентах. Конечно. У кого-то там 70 на 30, у кого-то 50 на 50, у кого-то там, я не знаю. Всё индивидуально, абсолютно. Понимаешь, кто-то прям вот надо ему там материю больше, окей, но он туда залип, но всё равно потом балансируется в духовную сторону. Или, наоборот, это залип духовность, стал голожок, извиняюсь за выражение. Духовные люди очень часто, не имеющие вообще никакой почвы под собой, материю отвергли, только дух и только я, приходит разочарование, приходит вообще потеря всего, смыслов и в духовности в том числе, и как-то они начинают материю смотреть. То есть всё равно потом, ну, тебя рано или поздно тебя всё равно вернёт, да, поэтому залипать куда-то, это вообще изначально проигрышный вариант. Ну, перекос. Любой перекос. Любой перекос. Соответственно, если ты там алчный только про деньги, про вот всё, одни деньги в голове, бесконечно, ну, придёт время, когда тебя, собственно, придёт, постигнет разочарование. То есть помним, да, что всё, к чему я привязан, у нас это заберут. Поэтому относиться ко всему нужно легче, да, и находить в этом баланс, и вот прям чувствовать, как тебе норма. Понимаешь, для кого-то 100 тысяч месяцев норма, а кому-то миллиона мало. Вот что для тебя норма? Ты не должен смотреть, кто сколько зарабатывает. Ты не должен смотреть, что у кого, как тебе, вот сколько тебе надо. Понимаешь, вот где твой уровень нормы? Вот это и будет некоторый такой баланс, что тебе нормально, да, вот этот уровень нормы для каждого он всегда свой, да, и так же, как и понимание счастья для каждого своё. Вот в астрологии в этом вопросе есть чёткие ответы. Для каждого. Потому что когда мы слушаем лекции, тренинги, там какую-то такую общую копирку дают, знаешь, общий цвет по больничке, общую температуру. Ну вот, да, про что я говорю, что некую какую-то стандартную историю, которая... Да, кому-то откликается, кто-то это навязывает, кто-то думает, что это моё, и мне это подходит, но по факту у каждого есть своя идеальная картина мира, там даже те же желания, вот какие у тебя желания ума, да? Вот что ты хочешь, вот ты сама знаешь, а я могу увидеть эту монтальную карту, что ты на самом деле хочешь, понимаешь? Я хотела тебе сказать, да, что я как раз сижу уже, думаю, параллельно тем, что часть моего мозга ведёт интервью, а часть, я думаю, я вообще реально из чего состою, а как, а почему выбираю этот пиджак, а это, может быть, это реально мне навязали, такая, действительно ли мне это нравится, или как, и у меня, знаешь, какая-то паранойя уже развивается на тему, ну, то, что я считала истинным, это же вообще настолько шатко, боже. И всегда пересматривай это, прям пересматривай, калибруй, каждый год прям садись и калибруй, куда тебе какие-то желания, цели, твои желания и цели. Да-да-да, то есть настолько это прям реально капуста какая-то, тебе кажется, что ты уже где-то близко к косточке там или что, к внутренности, да, на самом деле там ещё столько вообще всего. Но это целый путь, да, говорится, счастье, нет пути к счастью, счастье есть путь, поэтому, в принципе, есть на это целая жизнь, чтобы разбираться в себе, копаться. И ты знаешь, у нас же приходят тоже определенные периоды, кризисы, когда меняются ценности, смыслы, подходы, вот период садосатий часто люди вообще полностью, ну, теряются, и смыслы пересматриваются, и отношения уже вроде не те, там, 20 лет прожили, нет, что-то вообще ему мне не подходит, да, это словно шоры спадают, и ты всё начинаешь видеть иначе. Каждые 30 лет человек проживает такой кризис, каждые 30 лет. Поэтому, в принципе, вообще пересмотр и апгрейд своих ценностей и смыслов нужно делать каждый год, в день своего рождения садимся, и вот прям что хотим в году, куда нам двигаться, прописать свои желания, цели, понять, точно ли они мои, точно ли они не навязанные, и сколько мне нормально, потому что люди, говорю, с этим успешным успехом, у всех там то и мне туда, нет, нет, у каждого своё, понимаешь? А ещё очень важный момент, например, да, по себе скажу, я что ж всё пробую, я исследователь вообще по жизни, и всё примеряю, и, в принципе, с теми инструментами, которые есть у меня в жизни, я тоже добилась, да, хороших результатов, и понимаю, что это работает. Но, и вот тоже моменты ловила себя, где не мои желания, где не мои цифры, где не моя, вот понимаешь, то есть неорганично даже какие-то к целям каким-то шла, да, и чувствовала откат, и я перестала это делать, перестала в это играть, как у кого мне всё равно, мне должно быть комфортно, как у меня, и мне должно быть классно, понимаешь, вот как мне классно, вот, понимаешь, вот это вот внутренний такой, знаешь, индикатор того, что тебе просто классно, вот от этого результата, вот от этих отношений, вот от этих действий, понимаешь? Всё, не должно быть, как у кого-то, должно быть то, как у тебя. И вот учиться себя слышать, учиться себя понимать, вот этот свой голос души, понимаешь, словно прислушиваться к нему, вот это очень важно. И это точно никогда тебя не собьёт с толку, и никогда тебя не уведёт не туда. Но у тебя же сейчас уже нет такого, что ты сомневаешься, сейчас ты уже настолько с собой соединена, правильно? Сейчас да, да, да. Ну тоже был свой опыт, да, и ошибки были какие-то, и промахи, всё-всё могло быть. И, знаешь, у меня как у человека, у которого сильный восьмой дом в гороскопе, у меня есть такой паттерн, ну я как бы всё обесцениваю, понимаешь, я чего-то добиваюсь-добиваюсь, там книгу выпустила, вот я такая, мне кажется, мало, надо ещё, вот этого тоже, да, вот этот момент у меня очень... То есть это тоже просто черта характера, по сути. Это мой паттерн, да, я знаю этот паттерн, и я себя просто торможу, стоп, садимся, смотри, у тебя вот такой результат, ты чё хоть, был такой, ты выросла, вот здесь такой, был такой, смотри, ты молодец, точно, знаешь. И только когда я прямо вот досконально уже сравню себя с предыдущим годом, и вот, ну, условно, да, в текущем увижу результат, о, ну да, я молодец. Ну, понимаешь, что если мне приходится прямо туда направлять внимание, потому что всё обесценить и сказать, что я мало вообще добилась, у меня вот это вот в моей природе, поэтому я всяко вот бегу, что-то делаю, я вот такая очень деятельная, да, мне, я следую этим интересам. Но постоянно всё обесцениваю, мне кажется, результаты какие-то не очень. Но на самом деле это не так. Когда сажусь, смотрю, всё в итоге круто. Но я знаю этот паттерн. И если бы я туда не смотрела, да, я знаю, что это в астрологии так, да, у меня там Лакденш в восьмом, это люди всегда такие, которые вот не видят результатов, как будто обесценивают и куда-то вечно бегут, да, в такой тревоге некоторой. И зная это, я себя останавливаю, сажу и говорю, стоп, выдыхаем, да, и смотрю, вижу, всё, всё хорошо. Но если бы я этого не знала, наверное, я бы всё загнала, может быть, и в выгорание, и ещё во что-то. Поним, что это супер мне помогает тоже тормозиться. Потому что смотри, у нас у всех есть убеждения и паттерны, да, у нас есть, мы программы вообще, то есть каждый человек – это программа, вот реагировать на что-то так, там, мне понравилось, не знаю, там, как мне грубят, я так ответил, там, не знаю, муж поздно пришёл, там, я ему нагрубила, так дальше. У нас есть какие-то паттерны, мы все вот такие программы, мы реагируем на какие-то вещи одинаковым способом. Да. Вот, соответственно, вот из этих вот одинаковых, да, программ нужно выходить. То есть нужно учиться себя корректировать, то есть нужно учиться эту программу, как бы не позволять этой программе тобой управлять. Вот что такое тоже дополнительно как бы осознанный человек, который видит в себе эту программу, как вот в моём случае. Но я прям осознанно за неё пытаюсь выходить. Она мной пытается управлять. Каждый раз, да нет, да что, могло быть лучше. Но ты из этого выходишь топ. Это очень классный результат. Ты что, да? Я себя опс, выдохнула, молодец, похвалила, пошла дальше. Понимаешь? Понимаю прекрасно. И хочу тебе добавить ещё один очень классный результат всем твоим в твою копилку, сказав про то, что ты, насколько я знаю, ещё сама консультируешь, да? То есть... Да, обязательно. В отличие от многих... Ну, не то, что в отличие, просто возможно, так водится, что многие специалисты, которые уже действительно строят большие свои образовательные школы, я уверена, у тебя там целая команда работает, и так далее, перестают сами консультировать. Ну, не знаю, может, там нет времени, желания, и уже как бы перерастают. Но ты продолжаешь это делать. Расскажи, почему? Зачем? Да, да, да. И можно ли реально к тебе попасть вообще любому на консультацию? Можно, конечно. Попасть можно, там немножко подождать нужно, но это всё реально, а это невозможно. Послушай, если ты перестаешь консультировать, ты перестаёшь быть практиком. Это всё равно, что ты изучаешь английский язык и не говоришь на английском, понимаешь? Я никогда не перестану консультировать. Какая бы у меня школа ни была, сколько бы у меня студентов ни обучалось. Это моя любовь, я люблю людей, я обожаю судьбы людей, очень люблю, да, обожаю. У меня просто... Ты представляешь, можно книги писать, какие истории были в моей жизни, это невероятно. И это моя практика, понимаешь? Это то, что я очень люблю делать. Я никогда от этого не откажусь. Я, наоборот, не понимаю, как астрологи говорят, нет, я уже не консультирую. Всё, ты потеряешь свою квалификацию, как хирург, который перестанет делать операции. Через год ты будешь не нужен, ты всё забудешь просто. Ну, просто он становится более возможным там менеджером своей больницы, условно говоря, а не практикующим доктором. Ну, как бы не знаю. Это дело каждого, но для меня это странно. Если я обучаю, понимаешь? Вот в астрологии важна практика. Если у меня там за плечами 17 лет астрологии, да, я уже ночью не разбуди, я тебе расскажу вообще всё, вообще как, что, где, положение планеты, гонданта, всё перескажу. Но если ты не консультируешь, ты теряешь всё равно навык вот этой вот практики, интерпретации. И для меня вообще всё странно, когда у кого-то из школы астрологии, из астрологов, но он не консультирует. Да ты просто, либо ты сам не умеешь это делать, либо у тебя нет опыта. Но я не знаю, как это объяснить, потому что это же ведь очень интересно, потому что именно в практике ты видишь, как работают техники. И тебе это даёт дополнительную основу, опыт. Это самое ценное, что может быть у любого специалиста. Стоматолог, хирург, врач. Понимаешь, ну ты явно пойдёшь, например, у своего ребёнка, отойдёшь к учителю, который там 30 лет в школе проработал, или там 2 года. Ну, понимаешь, здесь тот же самый принцип. Или к стоматологу, который там уже 30 лет оперирует, или вот начинающий там студент, год работает только. Ну, возможно, просто прекращают так же, потому что одно и то же. Это вряд ли каждый кейс у тебя представляет из себя супер что-то интересное. Возможно, я предполагаю, не знаю. Нет, это не так абсолютно. Там вообще всё каждый раз. Конечно, это вообще всё очень-очень разно. Нет каких-то стандартных вещей. Нет, конечно. Это вот представляешь, это человек со своей судьбой. Человек рассказывает какие-то свои истории, вещи. Кто-то плачет. Ну, такое бывает. Как это? То есть это каждый раз своя линия и судьба вот этого уникального этого человека. Ну, то есть у каждого прям очень уникальная, до сих пор тебя удивляющие запросы и проблемы. Проблемы, они не стандартные у людей. Понимаешь, запросы и проблемы, они, в принципе, могут быть стандартные. Там, познать себя, своё предназначение, чем не зарабатывать деньги. Ну да, вот я к чему. Возможно, от этого просто устаёшь. Каждый раз тебе приходит человек с одним и тем же вопросом, и ты уже… Ну, ответы-то разные, понимаешь, ответы разные, подходы разные, советы разные, люди разные. И я от этого очень кайфую, и в этом есть моя… Ну, я люблю это очень. Я это никогда не оставлю. А мы же сможем оставить ссылку в описании под этим видео, также на твои консультации. То есть в целом, если у кого-то возникнет непреодолимое желание или даже маленький внутренний инсайт, импульс записаться, то это возможно. Да, абсолютно. Знаешь, есть такой моментик, что многие говорят, да нет, астрологи не работают. Знаешь, ни на что это всегда отвечают, вы просто не были у хороших астрологов. Как бы это ни звучало. Ну, как можно про всё, на самом деле, сказать, мне кажется. Просто, может быть, это звучит так немножко пафосно, но я правда про это, да, что всё-таки не было ещё даже в моей практике ни разу, чтобы человек сидел и говорил, ой, вообще, вы не про меня. Это вообще не про меня. Никогда. Вот, понимаешь, никогда. То есть, наоборот, люди удивляются то, насколько, как вы точно это видите, а как вы это видите, видите, а, да, мне мама такая, да, папа такой, да, папа с нами не жил. Ну, вот сразу хоп-хоп-хоп. Как вы это видите? Понимаешь, то есть, поэтому просто, ну, попасть в руки к мастеру, ну, тоже вот не каждый сразу попадает. Иногда вот такие кривые пути. Ну, так тоже бывает. А сколько по времени у себя длится консультация? Получается, это она посвящена чаще всего конкретному запросу. Ты же не можешь искать всё, вот это гигантское количество информации выдать. Да, ну, обычно мы общаемся час 15, час 20. Я стараюсь не прерывать человека, всё-таки, чтобы он все вопросы мне задал. Отвечаю на те вопросы, которые ему интересны. Он готовит мне заранее свои данные рождения, время и место, и те вопросы, которые ему интересны. И я в рамках его запросов отвечаю ему на них. Что-то вижу, дополнительно говорю, да, что-то важное, например, прогностика, ну, тоже касаемся. Ну, вот у нас есть время, где-то час 15 мы общаемся, час 20 максимум, да. Ну, это хватает для того, чтобы закрыть все? Абсолютно, я быстро говорю. Закрыть все. Не рассказываю там воды какой-то, всё чётко по делу, да. Ну, какие-то диалоги тоже строятся с человеком, когда мы лично беседуем, потому что, ну, какие-то вещи мне тоже там поспрашивать важно, да, чтобы ретифицировать время рождения, например, уточнить события жизни. Да, то есть обычно хватает. По полу астрологии вообще в принципе, ты говоришь, эти знания нужно транслировать в школе, да, и так далее. Но тем не менее официальное научное сообщество до сих пор не принимает астрологию, не считает её, ну, как бы наукой. У неё нет статуса, как олимпийского видоспорта, нет статуса науки. И мне недавно тоже на Ютьюбе попалось интервью, я сейчас неправильно скажу, потом меня убьют в комментариях. Мне кажется, это астрофизик, человек, который изучает, смотрит на звёзды, изучает их и так далее. И сейчас стало, мне кажется, очень популярно тоже на Ютьюбе, прям волна. Космонавты, вот астрофизики, кто-то, кто-то, такой прям к ним интерес, такой некий, знаешь, к научпопу и ко всему, чтобы объяснять, а что там вообще, Вселенная, звёзды. Казалось бы, там про звёзды, здесь про звёзды, там про планеты. И ему задали вопрос, а он преподаватель кафедры в МГУ, профессор, мне кажется, и так далее, задали вопрос про астрологию. Ну, естественно, у него был ответ такой, типа, ну, мягко говоря, снобистский немножко. И именно такой, что ну вы что, там верите, давайте мы будем верить в эльфов, рептилоидов и так далее, хотя и такое есть в нашем канале. Но тем не менее, как ты можешь прокомментировать некое вот прямо снисходительное отношение к астрологии при всём том, насколько в ней очевидны практики и пользы, почему научное сообщество её так вот ставит на такое место низкое достаточно? Я очень люблю науку, что ты понимала. Я вообще биолог-химик по своей первой специальности, учитель биологии химии. Я очень её люблю и тоже изучаю, да. Знаешь, мне кажется, здесь просто не хватает каких-то моментов прямо вот как исследований, да, вот что такое научные доказательства. Когда берётся как о теории, увидели много раз, да, это сработало, и вот, собственно, вот там вот свидетели, вот все видели, всё, берём. Ну, прям эксперимент сделанный. Да, да, вот здесь берётся то же самое. С большим охватом. Да, например, приходит, не знаю, там, 10 натальных карт, у людей Сатурн-третроградный. Это люди ленивые, сто процентов. Вот у кого Сатурн-третроградный, это лень. Особенно если первый дом, Сатурн в первом доме, да, там есть ещё моментики, ну, в целом, да, вот взять прям 100 человек и убедиться в том, что да, это ленивые люди, да, или дети, например. Окей, зафиксировали. Следующие 100 человек, да, например, Луна в падении, Луна в скорпионе. Это люди эмоционально замкнутые, закрытые, все эмоции внутри. Скрытные, очень ремнивые, недоверчивые. То есть проблема с эмоциями, да, проблема с матерью скорее. Ну, то есть какие-то эмоциональные травмы в отношениях с мамой, ещё что-то. Берём 100 человек, смотрим, подтвердилось, 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 зафиксировали. Вот знаешь, вот ощущение, что ну просто некому этим заняться. Вот надо просто сесть и начать этим заняться Потому что у меня статистика огромная Я могу прям кучу примеров, карт показать Как проигрываются какие-то болезни, онкологии То есть у меня уже это все есть Но просто этому некому заняться Это первый момент Второй момент все-таки Как бы там ни было, людьми очень классно управлять Которые себя не знают Все-таки еще, как было тогда Да, остается И знаешь, проще просто ими управлять Сказать, чтобы все там шаманы Жулики вообще Да, стадом управлять всегда проще И почему астрология в средние века Гонение было Ну невыгодно иметь умных людей Невыгодно людям Понимаешь, то есть выбираются только те, кто чувствует себе вот этот потенциал И не слушают никого И идут за этим, так как было в моем случае Натя лет назад, это еще немного про это кто говорил Но я прям понимала, что там очень много про меня Думаю, почему я не должна этот инструмент изучать Я взяла его в свои руки Но тогда надо мной смеялись тоже все Но мне раз было дело, мне это было интересно самой Понимаешь, поэтому здесь момент такой, что все-таки Те знания, которые помогают людям проснуться Но они всегда как-то будут прикрываться Потому что, ну если все такие осознанные, свободные Ответственные, живут как им хочется А кто же тогда будет делать все остальное Ну просто это во многом Очень сродни психологии На самом деле, которая сейчас считается Прям вообще все на нее молятся Ну например Для меня это вообще Вот понимаешь, 20-30 лет назад у нас появилась психология Джиотиш известно более 5000 лет назад Понимаешь, но в психологии тоже куча мягкого всего И где вообще этот результат увидеть? Я имею в виду по роду знаний И по роду того, о чем вообще наука собственно Примерно то же самое Также это о людях, для людей и так далее Чем в данном контексте отличается от астрологии, от психологии Если это про это же Ну не очень понятно Но почему психология при этом Это вообще все ей кланяются И каждый ходит к психологу И это своего рода как бы такое, знаешь Да, да, да Ну да, для меня это тоже вопрос И не все, например, даже в той же психологии Техники рабочие Не все, не каждому подходят И даже то, что психолог будет доставать из человека Вот пока он тебя изучит Пока он узнает, спросит А астролог это сразу увидит Ты увидишь Конечно То есть я сразу вижу проблему Паттерн вижу, лень вижу Да, эмоции внутри Не проживает эмоции человек Проблемы с мамой Я сразу это вижу То есть я это сразу подсвечиваю человеку Говорю, да, это так Я говорю, идите, вот теперь с этим добром Психологу, да, или в личный коучинг Например, если хотите это проработать А психолог ведь это будет доставать не одну сессию Понимаешь То есть тут тоже такой синтез Я очень люблю психологию Я очень хорошо к ней отношусь Ну да И я люблю вот синтез вот этих двух вещей Да, астрологии и психологии То есть они друг-друга сильно дополняют И сейчас у нас в академии учится очень много даже психологов Которые хотят взять это для себя В рамках работы с людьми Потому что ты сразу, например Ты видишь Венеру в падении в натальной карте Просто Венера в падении Венера в падении Точно у человека были созависимые отношения Он там был в созависимых отношениях Рано или поздно Ну то есть в каком-то возрасте Даже это уже не важно в каком И ты точно понимаешь Что у человека есть этот паттерн Да, растворяться в партнере И быть вот в созависимости от него То есть уже есть чем работать Понимаешь То есть там сразу можно увидеть положение планеты В натальной карте Которая даёт тебе определённый паттерн убеждения Программу И тебе есть сразу поле деятельности Как, собственно, это можно изменить, проработать Круто? Круто Вот это как диагностика Да, придётся как-то исправлять Это несправедливость существующая Относительно астрологии Видимо, науки и так далее Потому что всё-таки это достаточно измеримая И понятная вещь Ты можешь объяснить, почему ты так думаешь Ну, в ченнелинг Там, наверное, к нему есть какие-то вопросы Потому что это не зафиксируешь Да, да, откуда информация Кто говорит непонятно Да, 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 и ты никогда не объяснишь Да Либо принимаешь это Либо ты это не принимаешь Да С астрологией Мне говорят, там же математика Во многом Абсолютно точно Расчёты, математика Да, положение планеты В знаке доме В Накшатре В градусе Периоды планеты Да, действительно Ну, это просто нужно заняться Да И когда-то мы точно к этому придём Вот я уверена Вопросы к РАН Или, да, Российской академии наук Да, да У нас к вам есть разговорчик Сейчас пока мы это видим Не выгодно Понимаешь Но мы к этому придём Это всё равно займёт Какое-то своё место В мире И я говорю Многие мои студенты Когда изучают Они говорят Почему это не преподают в школах Почему это Ну, не учат этому детей Ну, или там, знаешь Ну, правда Это бы сильно облегчало Жизнь людей Понимаешь Я уж не говорю про ситуацию Когда это спасает жизнь людей Это правда так А когда сложный период по здоровью Человек вообще живёт Не знает, что у него эта проблема Идёт там случайно провериться Опс Ну, вовремя, да И хоп-хоп Всё решили Всё классно Ну, вот когда мне такие пишут вещи люди Ну, как Это же просто Ну, невероятно Как ты думаешь Власть, придержащие ребята У них есть астрологи? Обращаются ли они к ним? Сто процентов Сто процентов И нет При том, что это не наука И все дела Конечно, да Да какая разница, что говорит РАН Правда Ну, это имеет какое-то значение кому-то Ну, вот мне вообще Всё равно, что они говорят Я знаю, что это рабочий инструмент Всё, точка Ну, если ты веришь РАН Ну, верь Но если тебе это поможет Изменить судьбу Понять себя Ну, попробуй Просто попробуй То есть делай сам выбор Эра в Италии Все свободны Никого не слышим Слышим только себя То есть Действительно Обращаются к этому инструменту Очень влиятельные Предприниматели Это абсолютно точно И так далее И прям берут себе В штат И, в общем-то Имеют таких людей И консультируют Это мой опыт В том числе И к этому разворачиваются В партнерских отношениях Деловых В бизнесе С УБОМ Входят в партнерство Теперь уже Ну, просто ты В самом начале Как раз мы когда затронули Тема прогностики Ты рассказывала То, что ты видишь Относительно будущего Даже нашей страны Там СВО Развитие конфликтов И так далее Ну, неужели В власти Нет людей Которые тоже К этому же Инструменту обращались И у них есть Такие же данные Как бы, то есть Ну, как сказать И они на основании Этего тоже принимают Какие-то решения Так же наверняка Тоже происходит Или Как ты думаешь Ты говоришь про Зеленского Ну, ты говорила про Зеленского Я говорю в принципе И про, допустим Те, кто власти В России Не важно В любой стране Неужели они не используют Вот эти вот вещи О которых ты говоришь Я абсолютно уверена Что используют Даже если ты посмотришь Олимпиаду в Сочи Когда у нас было начало Это было идеальное время Для ее начинания То есть там не было вариантов Чтобы Россия Не победила в той Олимпиаде Там был же просто Колоссальный успех И ты посмотришь Если составишь Мы это просто Я отслеживала Со своими студентами Мы это смотрели Очень идеально было время Выбрано Называется Мухунта Благоприятное время Для любых начинаний Вот в частности Для этого было выбрано Идеальное время И я после того случая Точно уверена Что все шаги Которые делает Россиена Делают в очень грамотное Астрологически выбранное время Так что Вне сомнений Что этим пользуются Другой вопрос Об этом не говорят И не скажут Да и не нужно Наверное Но этим точно пользуются Если у человека Возникает желание Слушая тебя Ну или просто В принципе Был такой импульс Погрузиться глубже В изучение астрологии Как раз Вот так ты говоришь Я рассчитала себе Вот эти периоды Я увидела у себя Юпитер Чтобы мочь так же У тебя же есть курс Да? Да, конечно Ты обучаешь этому Шесть лет Я преподаю А, я думала Шесть лет длится курс Я думала Там университет Шесть лет я уже в этом Да, глубоко Преподаю, обучаю То есть взращиваю студентов Передаю эти знания То, что знаю сама То, как читаю гороскопы Так же обучаю людей У нас Академия Гаядров Которую мы взращиваем И даем базовые знания Астрологии Продвинутые знания Там более глубокие Медицинская астрология Детский гороскоп Прогностика То есть очень много Очень много продуктов Которые помогают тебе изучить Живёте на глубинном Таком формате Да, профессиональном Поэтому Сюковое желание Но здесь нужно понять Что астрология Серьёзная наука И я не за то Чтобы, знаешь Там за месяц, за два Там быстренько Чего-то как-то Знаний не будет Я сразу так говорю Вот те школы Которые вам предлагают Обучение три месяца Понимайте, что У вас будет ноль знаний Ноль Это важно Потому что Ну, есть много тонкостей Если вы хотите быть профи То очень важно Всё-таки к этому Подойти серьёзно Мы обучаем Девять месяцев Это как рождается Новый ребёнок Так же мы и за девять месяцев Вынашивается прям Да, вынашиваем эти знания Ты знаешь, как Астрология Как цветок лотоса Который постепенно распускается Втрамбовывается в тебя В твоё ДНК Да, когда ты уже Вот очень хорошо понимаешь Всё, да Смотришь карту И всё понятно Кто человек Про что Понимаешь, на натальной карте Всё можно видеть Про человека Это же вообще мощный инструмент Почему он раньше был секретным Джиотиш Известно уже пять тысяч лет Он был закрытым Никто про него не знал Понимаешь Это считалось очень закрытым Да потому что Это всё можно видеть про человека Понимаешь Это вот как нож Которым можно порезать фрукты Которым можно Знаешь, там Сделать операцию Которым можно так же и убить Вот астрология Это примерно правильно Потому что Можно видеть Тонкости и психики И слабости человека И уметь на него влиять Ну много разных моментов Да Можно видеть Очень интимные вещи В натальной карте Детей, семью, мужа То есть по твоей натальной карте Я могу видеть всю твою семью Понимаешь По твоей натальной карте То есть мне не нужно Смотреть карту И родители, и мужа могу описать И какие дети Все это видно Поэтому это инструмент мощный И если в него идти, то надо настроиться Что-то не три месяца, а это девять Очень интересно, потому что студенты обычно не хотят расставаться Познавая себя, все глубже и глубже Хочется в это погружаться Потому что это правда интересно, потому что это знание тебе На самом деле, ты изучаешь себя И вспомнишь астрологию, и именно в моей жизни Это был, знаешь, как такой Когда я изучала астрологию, это такой момент Такой психотерапии Я каждый раз все больше и больше, новый пласт поднималась О, да я такая, о, прикольно, я же вот такая Ой, а почему я вот это не делаю Я же прирожденная вот такая, а почему, где И я вот просто каждый раз, у меня были такие инсайты Что я просто запрещала себе Те вещи, которые встроены на меня Например, я люблю говорить Я очень люблю быть на сцене Мне очень комфортно, делиться информацией Я обожаю говорить, у меня хорошая речь Но я ничего про себя этого не знала Мне казалось, что нет, что-то со мной не так А ты не чувствовала импульсов, которые тебя бы к этому ввлекли К этому роду деятельности Ты знаешь, именно астрология мне это прям сильно подчеркнула Где я четко это увидела вообще Свой путь, свое предназначение И вот просто в это пошла Было очень страшно Было, безусловно, ну я доверилась этому инструменту, понимаешь Поэтому мы же ведь, смотри, ребенок растет всю жизнь Наслаивая на себя чьи-то убеждения Родителей, не знаю, там, учителей, друзей И вот он как будто не он уже потом становится Вот словно вот он живет чьими-то паттернами, понимаешь Вот как будто вот он не он Астрология нас очищает, вот как луковицу мы очищаем Вот ты просто начинаешь видеть, кто ты есть В чем твоя задача и куда тебе двигаться И в какое время Снимаешь и с кем А в основном идут с запросом познания себя На вот этот большой твой базовый курс Девять месяцев Или с тем, чтобы получить профессию Потому что, я так понимаю, можно консультировать И то, и то, конечно И то, и то абсолютно То есть человеку, если достаточно просто себя изучить Он берет для себя Но он же может и консультировать Потому что сознание вагон И даем много И если ты хочешь помогать другим А как правило все Сначала говорят, я для себя Потому что я тоже стал лог изучал для себя У меня вообще не было такой идеи Что я буду консультировать Или даже преподавать Для меня это вообще Ну просто какой-то Да зачем Мне для себя надо было Но это потом так интересно Что люди узнают, что ты астролог Они начинают сами к тебе Ой, посмотри Ой, подскажи И это начинает уже быть профессией Поэтому здесь и тот, и тот формат очень хорош Можете брать для себя Но дальше это может быть как профессия Причем такая Очень востребованная профессия Можно работать с любой точки мира И Ну да Сколько можно в себе всего откопать За 9 месяцев И потом Просто реально Прострой себе целую карьеру А у людей меняется сознание Очень сильно Я сначала думала, что это у меня такой эффект Странненький, знаешь Нет, правда Мои студенты обучаются Юль, я изменилась Отношения улучшились Вот это я убрала Ожидания ушли Я вот поняла, почему мой муж такой Вот это я изменилась Понимаешь То есть это не просто знания Это какие-то сакральные знания Которые каким-то образом на тебя влияют Что у тебя меняется сознание Оно меняется И Твое понимание вообще о мире меняется От других у тебя уходит ожидание Потому что ты же часто ждешь от кого-то что-то Но Или, например, человек там гнивливый Раздражительный Ты все его переучиваешь Нет, надо быть спокойнее А у него солнце в экзальтации Марс там сильный Ну что ты его менять хочешь Это все равно, что Мы берем апельсин и говорим Нет, стань-ка арбузом Да, или стань-ка яблочком Нет То есть нам нужно учиться принимать природу других людей Да, то есть это инструмент Преображение своего сознания Это очень сильно, да И ты понимаешь И каждого человека тебе вот три минутки Ты его считал Открыл натальную карту Все, вопросов нет Кто что, подходишь, не подходишь Работаем, не работаем Партнеримся, делаем бизнес Или вообще расходимся Все видно Это очень классно облегчает жизнь А уже если мы говорим про детей То это бесценный инструмент Потому что очень многие мамы Они ломают своих детей Понимаешь Они их волокут в какие-то кружки Которые сами как-то не закончили Понимаешь Подожди А как же карма в таком случае Это же, ну, например, конкретного ребенка Это чтобы его поволокли в эти кружки Где ему бы причинили столько-столько боли Не является ли это кармой этого ребенка Да, да Там, например, кету в четвертом доме Четвертый дом связан с материнством Кету в четвертом мама безразличная Поэтому мама вообще не будет вникать Что интересно ребенку Она может его вообще никуда не водить А может повезти туда, куда надо Да, и вот это, в общем-то, и карма Одновременно Но потом такому ребенку ведь Очень тяжело себя раскопать Потому что он вообще себя закопал конкретно Да, и мама помогла Поэтому здесь и тот, и тот момент Но, понимаешь, мы все равно Еще раз повторюсь Эра в Аталии Мы должны первое, что сделать Это научиться себя чувствовать, понимать И не пренебрегать своей природой Мы не должны ее никуда закопать Мы должны жить в согласии со своей природой И если у тебя там сильный Марс, Солнце Иди в борьбу Иди там, не знаю, в хоккей условно Да, начни спортом заниматься Не надо тебе в кружок рисования Понимаешь, петь тебе тоже не подойдет Понимаешь Или у девочки Венера сильная Она вот красивая, да Мама ее тянет там на бокс Ну куда ты ребенка А это не поможет, наоборот, сбалансировать Вот то, что в экзальтации Что станет поспокойнее Нет, это произойдет Там есть свои методы корректировки Но там произойдет откат В свое время И сломанный ребенок будет Или, например, ребенок восходящий лев Ну вот, допустим, активный Да, ну допустим, асцендент Да, солнце сильное И вот он активный такой А львы, ими вообще управлять нельзя Вот если дети маленькие львы Невозможно их сломать Они будут очень гордые, свободолюбивые Всегда я прав А мать его будет ломать Ты вот плохо слушаешься Ты сломаешь Из этого льва превратится какая-нибудь, знаешь Кошетька облезлая потом Понимаешь, неуверенная Домашняя Да, соответственно, здесь очень внимательно И это инструмент очень мощный Незаменимый И я вот, честно Сейчас очень много всего Я за этим слежу В нашей академии есть многое И школа астрологии И школа нумерологии Все это есть У нас очень много Я люблю все эти знания Но, знаешь, вот ничто не работает так круто Все-таки, как живете же Ну, правда Хотя я все тестирую, поверь Все изучаю Всякие-всякие разные другие направления Сейчас их там новые придумывают Названия им дают новые Хотя инструмент санки-шастри Но называется как-то иначе Я думаю, ну ладно, бог с ним Ну, то есть, понимаешь Астрология, она все равно глубже Потому что там видно Больше Больше средств судьбы Больше средств кармы Больше круг людей По сути, вся санчита карма А санчита карма Это вообще вся Все твои родственные отношения Финансовые Профессиональные Все это видно Понимаешь? Поэтому остальные инструменты Они, безусловно, рабочие Но в каком-то, мне кажется Коротеньком таком Ограниченном, что ли, варианте Какой удачный момент Сказать про твой вебинар Я думаю, все Как раз Как классный инструмент Этого переходного периода Потому что он же как раз У тебя про предназначение Да Расскажи, пожалуйста Здесь будет внизу описание Я и мое предназначение Очень понятно Доступным языком Продукт В котором я объяснила Что такое предназначение Это что люди думают Что это деньги Что это что-то вовне Что-то надо куда-то побежать Что где-то найти Но предназначение Оно уже в нас Поэтому там я Рассказала что-то такое С разных сторон С понятия судьбы С понятия кармы И в конце даю практику Мощную практику Работая уже с бессознательным Где можно подгрузить Через образы Понимание своего предназначения Поэтому советы вам То есть получается прям можно Действительно послушать теорию И сделать практику И приблизиться к пониманию Да Это поможет вам Немножко уйти Значит ваше Бессознательное Подтянуть образ И получить подсказки От самого себя Потому что все у нас внутри Понимаешь Вот почему я люблю гипноз Или вот такие вот штуки А все внутри То есть мы доставать должны Все из себя Да, мы кого-то слушаем Мы какие-то знания загружаем Но по сути Вся информация о нас Она в нас Понимаешь И вот есть инструменты Которые помогают нам Просто это подгрузить Вспомнить Кто мы И для чего мы здесь Очень здорово Да, тогда еще раз повторим Зрителям Что ссылки у нас все будут На продукты Которые мы сейчас упомянули И упомянем Чуть-чуть попозже Какие другие будут Все в описании Под этим видео Поэтому переходите Будет очень здорово Если бы ты могла Каждому человеку Сказать буквально пару фраз Для того, чтобы Поменять их жизнь Ты что бы сказала им? Самое первое Что я бы сказала Мои хорошие Учитесь спускаться Из области головы В область сердца И учитесь чувствовать себя Учитесь понимать Свои истинные желания Истины Не навязанные Учитесь действовать По импульсу Учитесь жить в потоке Учитесь Откидывать старое То, о чем мы сегодня говорили Не держитесь никогда за старое Уходят люди Пусть уходят Уходят деньги Да пусть уходят Теряете Теряете Но при этом Понимаете Что жизнь Она никого не оставит В общем-то В каком-то таком Состоянии Где вы не сможете Ничего изменить То есть мы В общем-то И живем в жизни Для того, чтобы Что-то менять Проживать И учитесь Жить сердцем Это самое главное И действуйте Благодаря тому Что оно вам велит И двигайтесь За своим интересом Потому что Двигаясь за своим интересом Вы и проживаете Свою собственную Уникальную И неповторимую жизнь Мастера Практики Наши зрители Путешествуя по Перу Мы поняли Что только лишь Организовывать туры Это скрывать От огромного количества Людей возможность Прикоснуться к тому Таинству Которое творится В наших путешествиях О нем невозможно Рассказать Его можно только Увидеть Прочувствовать Поэтому теперь Формат наших путешествий Совсем иной Мы приглашаем Мастеров Практиков и зрителей Принять участие В съемках Эзотерического Тревел сериала Которым мы поделимся Со всем миром Наше внимание И фокус съемок Будет не столько На невероятных локациях Сколько на тонком видении Чувствовании И экспертности Мастеров Главных героев Нашего сериала Каждый практик Сможет проявить себя Заявить о себе И своем направлении Миру Привнести Знания Из своей темы Рассказать О своих ощущениях Поделиться Своими видениями Провести Свои практики И главное Раскрыть тайны Самых загадочных мест Нашей планеты Если вы Давно практикуете Занимаетесь Биохакингом У вас развито Ясновидение Или вы обучаете Развитию Чувствительности Или скрытого потенциала Человеческого мозга И тела Мы приглашаем вас Стать главным героем В нашем путешествии Если же вы Интересуетесь темой Саморазвития Мы приглашаем вас В наше поле Проявленных мастеров У вас будет возможность Путешествовать вместе с нами Задавать мастерам вопросы И учиться у них В реальном времени Мы посетим Самые загадочные места Узнаем Самые противоречивые догадки Об их происхождении Обретем новых друзей И обменяемся знаниями А затем Поделимся этим Со всем миром Чтобы подать заявку Переходите на сайт По ссылке в описании Спасибо тебе большое Что ты была сегодня с нами За твою энергию За время, которое ты уделила нам Благодарю Спасибо большое зрители Что там